Специально для веб-палыча. Правильный ракурс. Невероятное фото Анны Седоковой в нижнем белье взорвало инстаграм. Пишет нам ren.tv, новостной сайт. Причем пишет в 2 часа ночи 2 минуты. В принципе, с нами синхронизировали. Если так, смотри, 28 марта это было написано, то есть свежак. Я думаю, данную новость всегда нужно в 2 ночи рассматривать, потому как певица и телеведущая Анна Седокова опубликовала на своей официальной странице в инстаграм свою фотографию в нижнем белье. И мы здесь можем наблюдать. Да, вижу. Что, собственно, есть нижнее белье, есть Анна Седокова. И знаешь, как для наших слушателей, я просто объясню, вы все сразу представите себе, очень легко так погрузитесь просто в грезы. На снимке лежит девушка на диване, держа камеру над собой. Благодаря такому ракурсу на первом плане оказывается грудь исполнительницы. Исполнительницы. То есть лежит девушка, отдельно исполнительница. Да, и вот именно грудь исполнительницы оказывается на первом плане. Также взору открыты красивые линии женственной фигуры артистки. Талии, бедер и ног. Уже артистки какие-то появились. И артистки, то есть 3 человека. Мне очень нравится, здесь есть комментарий, на самом деле, к фотографии. То есть Анна Седокова, она умеет писать, во-первых. Так. И она умеет писать по-русски второе. Еще почти полгода тому назад, пишет Анна Седокова в комментарии. Лежа на том диване, я считала себя толстенькой. И почему мы никогда не ценим то, что имеем, и нашей самооценки всегда недостаточно? Сообщила, в частности, Анна в подписи к фото. В частности. Возможно, в целом она там что-то еще сообщила. Возможно, то, что на снимке девушка лежит на диване, держа камеру на свете, это тоже ее, на самом деле, авторский текст. У нас ты как бы, ну, РЕН-ТВ, РЕН-ТОЧКА-ТВ присвоила его себе. Толстенькая. Слушай, как ты сам-то, как думаешь? Я не понимаю, это тут, ну, давай так. Мне друг рассказал, что она родила недавно. И, видимо, полгода назад она еще была брюхатая. Толстенькая? Да. Поэтому, а сейчас, видимо, она уже оправилась от этого. И закурила, естественно. Напомним, Анна Седокова, 34-летняя украинская поп-певица, телеведущая и актриса. Она известна также, как бывшая участница золотого состава группы Виагра. Это нам напоминает РЕН-ТОЧКА-ТВ. Нашли опечатку? Выделите ее, нажмите Ctrl-Enter. Два лайка, ВК, никаких больше шееров. Я, пожалуй, толстенькую выделю, потому что сейчас она все еще жирная, скотина. Комментариев тоже ноль. Отлично, отлично. Ну, в принципе, спасибо за новость. А это, кстати, это нам предложил Веб Палыч. Он как бы нам ничего не предложил, но он сказал, ну вы что-нибудь с РЕН-ТВ посмотрите. И вот это предложение, я считаю. Я, да, от которого невозможно отказаться. Невозможно. Согласен. Перейдем к громким темам, наконец-то, господа. Попробуем. Как далеко я готов зайти, чтобы стать дизайнером? Почему Wi-Fi это отстой? Портрет настоящего IT-специалиста. Погнали. На самом деле, да, еще раз всем привет. Хотя не то, чтобы еще раз. Мы впервые с вами здороваемся. А я впервые, знаешь, что хочу сказать? Сегодня воспользуюсь служебным положением. Так. И надену мигалку, как у Михалкова. Так, по встречке проедешь? Поеду по встречке. И дашь мне даже сказать, какое сегодня число, выпуск какой. Все, тихо, заткнись. Так. Вот. Я хочу обратиться ко всем слушателям и зрителям. Самое главное, даже те люди, которые слушают нас в iTunes, исключительно. Вот не включают даже YouTube-чанел наш. YouTube. Да. Я призываю всех, всех-всех-всех, кто слышит сейчас вот то, что я говорю, включить наш YouTube-канал и посмотреть последнее видео, которое мы выложили. Не вот этот подкаст имеется в виду, а перед этим подкастом. Видео про советский дизайн. Про музей. Про то, как мы сходили в музей. Да. Я очень надеюсь, что оно вас приятно удивит. Потому что... Ну, ты скажешь, я очень долго его монтировал. Я очень долго его монтировал. Посмотрите его, плес, потому что всего там какие-то жалкие 700 просмотров. А вопрос-то в том, что, скорее всего, люди-то вы не понимаете, что вы пропускаете. Вы думаете, фу, там это очередной перезалив, перезалива подкаста, хайлайта подкаста. А это-то уже прям pure gold, чистейшее золото. То, что невозможно пропустить. Как в диснеевской сказке, Аладдина сравнили с неограненным алмазом. Вот это тот ролик. Отлично. Неограненный алмаз, только ограненный. В Никитиной огранке из Adobe Premiere. Да. Я думаю, можно к дизайну. Можно перейти к тому, что 119-й сегодня выпуск сурового веба. С вами YouWebDesign. Точно. И на часах, а у меня часы показывают дату, 28 марта 2020. 2017 года. Время 15 минут 12 по-челябинску. 12-го, да? 11-го. Это не по-челябинску, да? Я в завтрашний день просто уже смотрю, поэтому у меня по алтайскому времени. Ну и сейчас у нас вот та самая громкая тема. Как далеко я готов зайти, чтобы стать дизайнером? На самом деле там как готово зайти? Ух ты. Ну, это спойлер. Это спойлер. Согласен. Теперь всем неинтересно будет слушать. С Free Code Camp или с Free Code Camp, кому как нравится тема. Ким Тью Тю нам пишет, вещает нам. Она китаянка? Она нам... Слушай, она китаянка, походу. Уже все, тихо, стопаем, не записываем. Ну да, слушай. Дропаем тему. I write to understand myself, пишет нам она в своем description о себе. Ну окей, давай, давай, что она хочет, ну-ка. Я, говорит, хотела посмотреть, как далеко я смогу зайти в креативность. И вместо того, чтобы, как все остальные, что-нибудь это, нахлобучиться чем-нибудь, она просто редизайнула Инстаграм. Достаточно громкий заголовок. Она реально умеет завлечь. Потому что recommended by you and 3169 others. Это количество лайков, как вы могли догадаться. И мало того, что для Free Code Camp это дохрена. Это для всех медиумно подобных вот этих блогов дохрена. Она взбудоражила умы. Она прям взбодрила всех. У всех заколосилась. Между прочим, на фотографии на ней джинсы H&M. Я вижу вот эту надпись Denim, которая вот на этом кусочке кожи, типа, заднем. Я вижу просто кусочек кожи. Ух ты. Она здесь смотрит на некий mind map, в котором она... Ну я вот Hope какой-то вижу. Ну слушай Hope, а Fear, видишь, что ты знаешь? Я вижу Hope. Нет, это Home я вижу. То есть это ее страницы, видимо. А, да, это экраны. Я сам тему не читал. Это экраны. Так вот, что сделала Ким Тью-Тю? Ким Тью-Тю решила. Вот зачем мне просто какими-то абстрактными вещами заниматься? Учиться дизайну на окошках? Если я могу сразу взять и замахнуться на святое, то есть на инстаграм. Как ты считаешь, сразу, да? Это вот амбициозный подход? Это правильный подход? Я прям подписываюсь и подписываюсь под каждым ее словом, под каждыми репликами. Я считаю, что Pure Gold. Чуть меньше Pure, чем наш ролик. Наш ролик — это золото 999-й пробы, такое лимонное золото, так называемое. Ты же понимаешь, что оно очень мягкое, как дерьмо? Не важно. Наш подкаст тоже мягкий ролик. Подкаст наш твердый, суровый, как ремень. А вот тот ролик про музей, он не-не-не. Нас, как художников, в нем очень легко обидеть, поэтому поаккуратней со своими погаными комментариями. Меня до сих пор обижает то, что там 700 просмотров. Согласен, согласен. Ну так вот. Я, говорит, она нам, Ким, что я, говорит, активный пользователь Инстаграма с 2011-го. Всего лишь через год после того, как его уже запустили. Знаешь, что я понимаю? Что я, смотря на фотографии, вижу, что это не та Ким, про которую все подумают. Почему? Не Кардашьян, а другая. Ну, судя по спине... Судя по... Да. По каракам. По бэк-вокал. Да. Вот смотри, 2011-й год... Спустя, как запустился Инстаграм. Нас здесь вот уже в темах слушателей, а я вам спойлер, там, спрашивают про Америку. 2011-й это как раз год, когда мы там были. И вот ты был уже в курсе Инстаграма? Я только в курсе Америки тогда был. Я просто больше чем уверен, что мы были в курсе Инстаграма. Да, но мы... И стопудово мы его только для фильтров использовали. Понимаешь, мы тогда только на Фейсбуке зарегистрировались в 2011-м. Я просто помню. Да, но Инстаграм это был отдельный. И это был как бы стандарт де-факто для Айосеньки. Он же только там был. Да. А у меня уже тогда был, например, плеер iPod Touch. А у Илюхи Уварова уже был тогда iPhone 4. Он с ним поехал в Америку. И как бы, ну, у него уже стопудово был Инстаграм, и мы все были с теми. Ну, нет, окей. Понимаешь, iPod Touch у меня и то был, а до этого был 3G iPhone. То есть, как бы, я тоже, по-моему, им пользовался, прям пользовался. К чему она? К тому, что я, говорит, все видео, становление вот этого гиганта. Я прошла весь путь вместе с Инстаграмом за последние 6 лет. Я, говорит, как никто, уполномочен, в принципе, заняться тем, чем она занялась. Она говорит, я инста-ветеран. Страшно звучит. Это как будто обвисшие сиськи. Да, это вот Седокова, она лет через 10 тоже инста-ветераном станет. Когда на фотографии вы видите женщину, и исполнительнице уже там ничего, и артистки не выделяется. Так вот, я, говорит, не работаю, на самом деле, на Инстаграм. Поэтому у меня, говорит, нету никаких внутренних данных. Ну, то есть, знаешь, допустим, она сейчас нам будет говорить, вот кнопка там слева, это убожество. А Инстаграм сами, они владеют данными, что только на кнопку слева все и жмут. Поэтому, говорит, мое нельзя исследование очень репрезентативным считать. Но, говорит, как минимум, я хочу, чтобы с ним посчитались на основании тех данных, что имеются у меня и у всех остальных. Оно выглядит, как минимум, имеющим право на существование. Так вот, мои, говорит, личные цели. Вообще, для чего я это делал? Для самого редизайна. Я, говорит, хотел, чтобы был более вовлекающий экспириенс, чтобы вот все было более понятно. Потому что, на самом деле, и как бы я с Ким согласен, к Инстаграму есть ряд вопросов по, ну, не по юзер-экспириенсу, а по юзабилитетности. Мы уже знаем из прошлого подкаста, что это разные вещи. Юзабилитетности? Да. И в чем разница между титтностью и экспириенсностью, мы тоже уже поняли. Поэтому вот с юзер-экспириенсом все, в принципе, уже неплохо, а с юзабилити все еще хромает. Напомню для тех, кто не слушал, юзабилити — это то, насколько понятно, как это использовать, насколько это похоже на другие приложения. А юзер-экспириенс — насколько у нас шишка превстает во время использования. Ну, давай так. Мы будем разделять все-таки приложение на телефоне от десктопной версии. Она полностью здесь про телефон. Ни о какой десктопной версии, возможно, она даже не подозревает, как инста-ветеран настоящий. Ну, это смешно, но тогда чем тебя не устраивает приложение на телефоне? Меня чем? Меня дохрена чем? Юзабилити именно конкретно. Давай. Ты хочешь... Ну, меня просто она совпадает с Ким. Нет, давай я Ким, послушайте. Поэтому будем в ее исполнении мои мысли слушать. Давай. Так вот. Кроме этого, более персонализированный она хочет интерфейс, хотя, казалось бы, куда уже больше со всеми этими советами сраными, не хронологическими. Ненавижу. И, говорит, мои цели для ее личного роста было использовать дизайн скетча, все анимации через Principle и прототип с помощью Envision. То есть она хотела все, так сказать, трендовые утилиты, тулзы использовать для своего проекта. Ну, и, говорит, в принципе, хотелось хоть один проект наконец-то взять и сначала до конца закончить. Она подошла к этому и сказала, что тут делов-то начать и кончить. Вот, наконец-то кончила. The roles I assumed during the process of building this redesign. Я, говорит, себя вижу четырьмя людьми, когда я это делаю. User researcher, то есть исследователь пользователей, так сказать, аналитик пользователей, хотя следующий как раз data analyst, это аналитик информации. UI UX дизайнер и продукт дизайнер. Ну, я не готов сейчас вам сказать, с какой из этих должностей она справилась хорошо, с какой плохо. Не в моей компетенции это все, но да. Она не стала заведомо прикладывать никаких своих скетчей и вайрфреймов, в смысле именно начальных. То есть финальные анимации из Envision она уже приложила, но все-таки вот ее work in progress, она саму статью не приложила, чтобы не было засрано все. А вот по ссылке с ними можно ознакомиться для тех, кто прям вот глубоко вник в то, что она делала, хочет повторить ее путь сенсеи. Я причем переходил, и там реально от руки она нарисовала всякое, и можно посмотреть, как она прям вот вживую. Как она шла к этому. Как шла к этому. Прям в шажочки ее все посмотреть. Ветеран Инстаграма, да. Согласен с тобой, это даже то, что в принципе нужно смотреть. Всякому. Как всякий... Ну, давай с минусов, давай с минусов. Че там Инстаграм? Ну, че вот плохого? Ну, давай, ну че, че ей дизайнить? Вот прям вот че? Хочу знать. Легко. Я, говорит, для начала хотел понять компанию... Ну, ладно, я тогда опущу весь ее ресерч. В общем, она сделала интервью с 40 людьми, пользователями Инстаграма разными. 30 мужиков, наоборот, 30 женщин, 10 мужиков. Ну, достаточно. Я думаю, да, этот срез, он в принципе репрезентативен относительно всего остального круга пользователей этого приложения. Но она попыталась ответить на несколько вопросов. Например, 72,5% используют Инстаграм каждый день. Используют в каком плане? То есть, хоть как-нибудь. Просто заходят. Дальше она будет, да, расписывать по функциям. Но суть в том, что 3 четверти людей, 75 почти процентов, реально пользуются, прям пользуются. То есть, почти никто из пользователей Инстаграма, они все вовлечены. Ну, то есть, вот... То есть, короче, 30 девочек как раз и используют. Похоже на то, да. Вообще, я хотел сказать сейчас аналогию с нашим подкастом. А я считаю, наш подкаст дорос до того, чтобы его сравнивали с Инстаграмом. Нам, когда нас люди из Google консультировали по поводу нашего YouTube-канала, дама мне, Татьяна, кажется, ее звали, не помню по отчеству. Она тебе по телефону звонила? По Google Hangouts. А, ну... Причем по вебке даже. Она бы тебе, знаешь, позвонила бы на твой Android, но у тебя не Android. Да, да, у меня бы на телефоне, собственно, звонок отразился, если бы... Да. Но нет, к счастью. Так вот. И она мне говорила, блин, пацаны, она... Александр, пацаны, вы, говорит, у вас канал уникальный в том смысле, что у вас вовлечение самих подписчиков около 60%. В том смысле, что вы стоите в уши и по-небратски разговариваете. Да. И именно 60% ваших обсираемых с обосранными ушами, они прям вас смотрят от начала и до конца. Ну... И это, говорит, это до хрена делов. Большинство каналов... Короче, не от начала и до конца, а 60% наших просмотров это подписчики. То есть у нас преданная аудитория. Прекрасно, спасибо. Пользуюсь случаем, передаю привет нашим подписчикам. Маме, папе. И им в том числе. Они ведь и смотрят. Это и есть те 60%, которые, да. И кроме этого, 17,5% хотя бы дважды в неделю. И один раз в неделю 5%. Кто эти люди? Это ты к Инстаграму уже пришел. Да, да, я возвращаюсь. Не про наш подкаст. Сторисами пользуются 42,5%. И это важно. Это важно сейчас, потому что про сторисы будет отдельно. Прям вот она в основном их и переделывала. Постят к картинке 100% людей. Внимание, 100%. И 95% только смотрят уведомления. То есть 5% постят и похрену. Даже лайкают им, комментируют. Насрать. Главное запостить. Вот из этих 40? Ну как-то мало. Ну ладно. Что из этих 40? Ну из этих 40 человек получается. Выборка-то. Ну. Ну как-то. Что там 5% от 40 человек? Это кто? Ну возможно 2. Это какие-то 1. Ну ладно. Не будем сейчас говорить. Это давай не будем мы конкретизировать. Предположим, что испытуемых. Кстати, здесь подписано же 38. Это как бы здесь есть на самом деле количество. Но мы все еще не будем конкретизировать. Личнизировать. Демографика. 90% пользователей Инстаграма моложе 35. И точно так же 55% всех 18-29-летних в США пользуются Инстаграмом. Больше половины молодежи, я могу прямо сказать, диапазон 18-29 лет это молодежь. Молодежь. Вот более половины молодежи пользуются Инстаграмом в US. Не знаю, интересно было бы на самом деле знать по России. Возможно даже больше. Да, понятно. Ну да, ВКонтакте точно больше. Ну это-то понятно. Ну я думаю и у них Фейсбуком больше. Ладно, продолжаем. После этого я, говорит, опросил всех 40 инстаграмеров, чтобы они описали само приложение тремя прилагательными. Что вы думаете? What do you think about Instagram? How does it make you feel? Перешел тут на английский. Как на родной. Я, говорит, собрала 64 прилагательных в сумме. И топ-3 был Creative, Fun and Simple. Simple, твою мать. Инстаграм, simple. Я по-прежнему не понимаю, почему он сложный. Ну давай, продолжай. Допустим, возможно, и считаю, что он не сложный. Но если бы меня попросили три прилагательных, я бы точно не говорил, мать твою, простой. Ну, допустим, хорошо. А фан бы сказал, что он веселый? Да тоже нет. Ну и потому, что я сам в основном не очень фан. И мне поэтому все остальное тоже не фан. Ты бы сказал Dark. Да, Dark. Metal. Да. Я пытаюсь какие-то другие слова. Dark death. Вот. Да-да-да. Funeral. Так вот. И говорит, я разделила, в принципе, все вот это. Два самых типичных пользователя Инстаграма. Александр Шоу. Семент Чиок какой-то. Ну ладно. Просто вот молодой пацан, тёлка, пацан в основном постит, смотрит, тёлка в основном базарит в комментариях, смотрит свои лайки, подписки. Вообще, вы, говорит, подумайте, к кому вы больше относитесь, но неважно. Первый экспириенс. Homepage. Я, говорит, выделил все главное, что есть на homepage. Нетрудно догадаться, что слева у нас есть картины, в фотоаппаратах, чтобы запостить stories. Следующее, это посмотреть story или собственную опять запостить. Ваш профиль, опять же, две ссылочки, имя и картиночка. Post to feed, это просто запостить, ну, короче, вы всё и так знаете. Слушайте или просто представьте. Справа у нас direct messages, комментарии. Здесь ещё есть профили, все посмотрите комментарии и ваш профиль снизу. Профили посетящих, я имею в виду. Так вот, она, говорит, убеждает нас много слишком контента на главной. Content overload. Ну, допустим. Причём она обосновывает, что именно. Так сказать, инста-сторисы, они слишком сильно соперничают с самой лентой. Вот ты открыл главное, ты не можешь, не понимаешь, с чего начать. Я начну ленту сейчас скролировать? Или я всё-таки сначала все сторисы посмотрю? Да и хипохин. Знаешь, слушай, но это проблема первого мира. Нет, вот у меня тоже каждый раз именно эта проблема. Я всегда выбираю посмотреть фид. Знаешь почему? Ну. Потому что это по старинке. Потому что я знаю, что такое фид. Я от него ожидаю экспириенса. От него я ожидаю юзабилити. Твой мать, фид есть везде и всегда. Ты просто скролируешь и смотришь. Но как только я начинаю скролировать фид, сторисы, они не прикреплены сверху. Они уходят. Чтобы к ним вернуться, надо в самый верх проскролить. Я о них благополучно забываю и слава богу. Потому что дальше начинается ещё худшее. Кстати, она об этом не пишет. Но это лично моя фрустрация. Что сторисы сами подряд от людей проигрываются. Ну да. Но сделай ты мать твою на ютюбе. Как на ютюбе. Автопроигрывание. Если ты 10 секунд ничего не трогал на экране, авто включился следующий сторис. А в основном смысле дай мне поставить на паузу твою мать и обдумать увиденное. А там есть что обдумать иногда. Вот мне кажется, именно на сторисах ты должен максимально мозги отключать. Максимально деградировать. Но это опять же не про меня. Поэтому я это отторгаю вообще. Мне это не приживается. Мне сразу антитела вырабатываются. И как чужеродный белок это всё воспринимается. Не, я уверен, что вот девочка, которая вот тут сверху 25-летняя Саманта Чиок. Она изи. Изи подрубает сторисы и смотрит на толчке, сидит в это время. Попёрдывает и нормально. Ты имеешь в виду, на Твиттере у нас знакомый недавно ретвитнул, что... А вы когда-нибудь задумали, что ваш инстаграм сторис интересен только срущим людям? Вот. И так и есть. Ну то есть, на самом деле, это же настолько вот сторисы, ты вообще не должен из этого делать, так скажем, big deal. Это вот самый small deal. Возникла какая-то идея новая твоя, бизнес-идея, возможно, какая-то. И ты её быстренько сказала в сторис, и всё круть. И узнала, что её много посмотрела. Ну... Ну, то есть, это такое мимолётное дерьмо, но она сторис реально. Почему ты не можешь мимолётное дерьмо отснять, а потом запостить уже, когда будешь срать с ней? Потому что, понимаешь, это не... Протухнет уже, там именно актуалити. Да, и это слишком неважно для вот полной твоей фида, твоего фида истории. Надо, чтобы она удалилась через сутки. А мы знаем, что сторисы удаляются через сутки. Ну да, это зеркало со снэпчета. И суть всего самого снэпчета я не понимаю ровно так же, как сторисы в инстаграме и вконтакте. Вконтакте они теперь тоже есть. То есть, возможно, я буду себя заставлять целую неделю умышленно смотреть, а потом напишу какой-нибудь пост. Я боюсь, что наша новость превращается в обсуждение сторисы инстаграма. Давай конкретно к дизайну вернёмся. Что ты делаешь-то? Ну ладно. В общем, она сторисы приняла решение их в фид прям транслировать. Это как? Сейчас покажу тебе. Оно нужно влево-вправо свайпать, только по-другому. Сейчас я вспомню. Просто вправо опять же свайпать, это открывать... Нет, я понял. Она скролирует, и если у профиля есть радужная хрень, то значит она жмёт, и можно сторис прям вот... Ну короче, ты, когда скролируешь соответствующих людей, можно там нажать сторис, чтобы не скролировать обратно вверх и отдельный фид со сторисами смотреть. Ну тогда подожди, у меня вопрос. А если ты только сторисы вываливал, а фид ничего не вываливал, как ты будешь находить сторис этого человека? Вот ты сразу нашёл баг в её... Обосралась она сразу? Или фичу. Но, возможно, люди, которые не постят ничего в саму ленту, они недостойны существования в инстаграме, которые постят только сторисы, поэтому... Ну ладно, давай. Видимо, в её мысли это именно так. Второе. Люди не понимают, что топ-навигация, вот это слева сторис, справа direct messages, это то же самое, что свайп влево и вправо. Причём это не её, так сказать, умозрительное заключение, это по... Судя по вопросу, только 5% людей, я сейчас попробую до этого дойти, а, 20% ответили правильно на то, что означает свайп. Она просто спрашивает, что значит свайп влево, а что значит вправо? Только 20% знают, что это значит. К сожалению, я, как человек, у которого фрустрация от инстаграма возникает, я это всё изучил вдоль и поперёк, и я-то это знаю, хоть и как бы и не использую. Мне ещё причём это противно, когда я иногда свайпаю. Да, да, вот это я соглашусь, вот здесь я согласен с тобой, что когда ты свайпаешь, и тут вдруг, ты сидя на толчке, сидя на толчке, ты видишь себя, когда ты только что смотрел фит, и тяночек полуголых, и тут хоп, как ты срёшься. Ну это вообще, ну это хочется запастить, это в тролл просто. Вот так. Зал, пожалуйста, поставьте палец вверх, кто такой уже использует. Испытывает, да. Да, но вообще, кроме этого, топ-навигация, зачем зеркалирование? Так. Ну вот, это глупо, по её мнению. И только три из сорока людей ответили правильно и про свайпы, и про две иконочки сверху. Какие-то самые. Три человека из сорока знают вообще, что значит инстаграм, интерфейс. Ну, окей. Причём 92,3% людей, кто неправильно ответил, что значит свайп лев, думают, что там будет поиск. А там они срущие, понимаешь? Я понимаю, из-за чего у них это. Во-первых, потому что иконочка Search и Explore находятся слева, в нижней навигации. Во-вторых, потому что на рабочем столе, когда ты в iOS-инке делаешь свайп влево, ты там можешь search делать. То есть, в принципе, вот да. Но суть в том, что она, по её, так сказать, заключениям, инстаграмные пользователи не понимают, что такое свайпы и нахрена они вообще нужны. И вот она что хочет сделать в самой ленте? Вот, допустим, ты доскроллил до условного Димы Билана твоего любимого. Ну да, до Димочки. И ты влево-вправо можешь именно по фоткам Димочки перемещаться, по хронологии. Ага. То есть, она таким образом... Так скажем, якоря такие. Я нахожусь на этом чуваке. Да, и ты можешь влево-вправо только уже его фит смотреть. С учётом того, что тепереча алгоритм-то у нас не хронологический, а вам, скорее всего, заинтересует, ты можешь всё-таки хронологически себе навязать хотя бы по Димочке. Не, ну у меня всё хронологически. Но ты, видимо, как кулкит остался на... А как можно менять? Не знаю, мне даже не говорили, что я... А мне тоже не говорили. Ты просто, если будешь смотреть, сколько hours ago, там 2 часа ago, 6 ago, 10 минут, хоп, 5 минут ago. Причём тут прям... Причём не 5, а именно час ago. То есть, не то, что это прямо вот пока ты в Инстаграме сидел, что-то появилось, и тебе его накатили прямо здесь. А там именно вкрапление того, что как бы вот да. Ну, слушай, я поисследую. Если я найду, где это можно отключить, и у меня это отключено, то я тебе обязательно скажу, чтобы ты не парился. Ну, окей, ладно, давай дальше. Чё ещё? Кстати говоря, все настройки... Историю можно, кстати... Вот, вот, нашёл. Появилось у меня. Вот я скроллил, всё нормально, 2 часа, 6, 6, 7, 8, потом хоп, опять 6 часов назад. Ну... Опять 7, опять 6 часов назад, опять 6, опять 6, потом 10 уже, опять 7. То есть, оно прям вот, вот, по 5-6. Так, ещё что мне не нравится? Ну, это, что касается неё. То есть, она вот придумала эту инновацию, что влево-вправо можно свайпать. Нет, это, кстати, классная инновация. Согласен, согласен. Top left corner, out of reach, out of mind. Она утверждает, что левый верхний угол сложно достижим. Ну, вот я на шестёрке спокойно достигаю, но на плюске я бы уже не достиг, я бы уже выронил телефон. Ну, да. И поэтому она говорит, вообще, нахрен оттуда всё убрать. Сделать правый верхний. И там именно есть она. Потому что именно туда, в принципе, большой палец-то и дотягивается. Она считает, что story и feed, выбрать, куда постить, ты должен на нижнем кнопочке плюсик. Ну, то есть, то, что по центру. И когда ты её жмёшь, у тебя выпадает. Ты или story хочешь, или feed. Логично, логично. Это всё главная страница была у неё. Теперь explore and discover. Очень быстро. Скажем, что она переработала весь explore и discover. И там у неё маленький этот... Чикбокс. Между рядом и по всему миру. Окей. То есть, ну, грубо говоря, что в Челябинске тренде. И что по всему миру. В том числе, там хэштеги показывают, активные. И ты можешь редактировать и фиксировать какие-то хэштеги там. Вот ты ищешь бупс каждый раз. И ты зафиксировал просто себе туда. Откуда ты знаешь, во-первых? А там же сейчас показывается хреновина, которая похожа на твоих чуваков. То есть, грубо говоря, то, что твои люди лайкают, тебе типа это и показывают. Ну, примерно. Ну, вот она считает, что хэштеги здесь ключевые. Ну, ладно. Не надо их фиксировать. А вот то, что твоё... Вот это, это вот грид снизу. То, что твои лайкают, как ты говоришь, и так далее. Так. Третье. Sliding into the DM and stories. Слайды. Как в них слайдить и так далее. Ну, поскольку все пишут, что никто так толком ни хрена не смотрит. Она говорит, в поиске надо прям слайдить. Что вот ты ищешь такого-то человека, и там, хоп, можно сразу его стори посмотреть. Можно сразу его зафолловить, написать ему месседжи и так далее. То есть, это отдельный экран, на котором есть direct messages и stories. И в нём уже всё на одном. То есть, не влево-вправо, а всё-таки как бы вот да. Она причём пишет, почему вообще я переместила stories в DM? А потому что, как нам сказала Алина, когда мы готовились, когда ты на stories отвечаешь, она сразу в DM и падает. То есть, так или иначе, эти экспириенсы и так связаны. Но они связаны только на уровне опыта, но не на уровне интерфейса. Она связала их и на уровне интерфейса в том числе. Четвёртое уведомление. Она хочет, чтобы на уведомлениях сразу можно было микросердечки для комментариев, например, вставить. Сразу фоловить, хотя фоловить, насколько я помню, всё-таки можно. А сердечки разве нельзя ставить? Сердечки комментариям. Вообще можно ли именно из нотификаций? А, из нотификаций не знаю. Вот я сейчас просто сапсилил, нет, из нотификаций нельзя. Но она гений тут, да. Во-первых, это, хотя уже здесь кто-то бы придрался, что сердечки слишком маленькие, они под тач-зону не подходят, можно случайно залайкать не то, не у того и так далее, но неважно. И зафоловить ещё не того. Согласен. Ну, зафоловить оно и сейчас можно. А вот сердечки поставить нельзя. И ответить сразу нельзя здесь на комментарии. А тут она прям может сразу нажать ответить, и там ещё сразу будет, типа, обращение через собачку. Потому что, говорит, иной раз переходишь на все комментарии к этому посту и уже забыл кому-то, что хотел ответить. И да. А здесь ты прям непосредственно таргетировано всем бы смог ответить из нотификации, и да. Мне вот этого не хватает в Ютьюбе. Это правильно, кстати, был. Почему? У нас же в Ютьюбе есть отдельные комментарии на все видосы. Это да. Но когда сверху у меня колокольчик, и там уведомления, там их можно только просмотреть. Колокольчик это... Когда ты на них... Согласен, это говно. Но, представляешь, там в нём бы можно было сразу отвечать. Я б жил там. А раньше и можно было дарить дизайн, а теперь нет. Колокольчик это вот за яйца подвесить этого дизайнера, придумавшего... Да, да, да. Вообще придумавшего интеграцию Google+. Да, которая сейчас... Потому что именно вот колокольчик это всё ещё атовизм оттуда, и он на данный момент отвратительный. Когда я на него жму, меня уводят на видос. Там сразу включается реклама VIX. Она потом сразу же стопается, потому что у меня как бы комментарий же вообще-то не видос. Она реально сначала начинается... Хочешь сделать свой сайт? Потом меня редиректит вниз. И раньше, до редизайна ещё, я там ещё и ответить не мог. Ошибка YouTube была. Ой, Сань. Это боль, это боль. Короче говоря, экран профиля она переработала, просто добавила побольше white space, negative space вокруг. Мне не нравится. Вот посмотри на её профиль. Ким Тю-Тю уже прям по центру как будто бы написано. Зачем вот эти дырки слева-справа, если грид фоточек всё равно в края? Непонятно. Есть вопрос. И мне нравится цитата, которую она здесь приводит. Design doesn't get easier, you just get better. Дизайн не становится легче, это вы становитесь круче. Здесь она говорит о том, что она каждому человеку желает работать вот над такими проектами. Работать не над денежным чем-то, а над тем, как вот вы бы хотели видеть что-то очень привычное. И вот кроме шуток, она же это всего лишь написала на FreeCodeCamp. А с ней даже связался сам чувак, основатель FreeCodeCamp. А я думал, чувак всё-таки, который Инстаграм дизайнил. Ну, пока нет. Он, возможно, и до этого недалеко. И вот он связался и 20 сколько-то там минут её интервьюировал. На Ютьюбе можно прям посмотреть, как он её интервьюирует. 27 с половиной минут по Google Hangouts они созвонились. Окей. И, представляешь, это ей мировую популярность уже практически привнесло. Даже мы здесь, в Челябинске, о ней говорим. А она меж тем написала, что я, говорит, недавно медицинский закончила, хочу вот подизайнить. То есть она не дизайнер по специальности? Она дизайнер по духу. Потому что она взяла и захотела в своё свободное время что-то редизайнуть. И у неё это бомбануло, выгорело. И да. Ну, она мозг. Надо отдать должное, что она использовала новые инструменты, спокойненько села. И как бы не то, чтобы этому сильно долго училась. Вот здесь история умалчивает, сколько она это делала. Может быть, она это месяц делала. Не, ну... Это не менее заставляет нас восхищаться ею. Согласен. Поэтому, высказывая наше мнение, по поводу Инстаграма мы его высказали, вот прям пока обсуждали. А по поводу того, как надо редизайнить, вот... По поводу мотивации. Хочется снять перед ней шляпу. Вот что значит дизайнер. Это человек, который, мать твою, хочет сделать мир вокруг себя лучше и понятнее и удобнее, во что бы то ни стало. Даже если ей за это не заплатят. Даже если бы прочитало это не 10 тысяч миллиардов человек, как сейчас, после того, как мы в нашем подкасте об этом сказали. А вот хотя бы да. А если... Подожди, нет, давай так. Это теперь философская тема. А если бы никто ее не прочитал? Вот я люблю вот это. А если бы ноль ее человек прочитал? А она уже научилась пользоваться инструментами. И следующее дерьмо у нее бы прочитали уже. Она бы не отчаялась и сделала. Понимаешь, она же все равно в самом начале пишет, я это делаю для себя. Вот это очень хорошая мотивация. Представляешь, если ты вот, когда ты сильно надеешься на что-то, то, возможно, у тебя будут разочарования. А тут у нее, наоборот, восторг, я думаю. Она точно ни на что не надеялась. Она просто вот, мы хотели, мы сделали и да. Примерно как мы, наш видос, который вы не посмотрели, про музей. Ладно, идем дальше. Search results у меня написано в слэке. Я так понимаю... Мы сначала еще возвращаемся к нашему сайту, говорим о организационном. О, подожди, подожди. А у нас же это после первой темы, да? Да, первая тема вот как раз. Ну, первая тема-то была раньше. Это специально для веб-палочка. Это только он подсоединился еще в тот момент, а все остальные люди только после этого. Я напомню вам, кто не знает, и кто новичок, и, может быть, обескуражен, но почему-то дослушал до этого момента. Обескуражен я имею в виду Седоковой. Мы все-таки здесь говорим про веб-дизайн в основном, ну и про технологии. И у нас есть сайт uwebdesign.ru, на котором вы можете для интереса, чтобы вот больше такого не повторялось про Седокову, оставлять темы какие-нибудь к следующему выпуску подкаста. Темы имеются в виду, касающиеся все-таки веб-дизайна и разработки. Вот здесь вот в сайт-баре спокойненько заходите, предлагаете тему в комментариях, и, возможно, она попадет в следующий подкаст. Может быть, не в следующий, а через один попадет. Вот так бывает. А может быть, вас никто не узнает, не увидит, но вы научитесь писать комментарии у нас на сайте, и уже следующая тема попадет к нам в подкаст. Но иногда Саня это постит в пабликах, вот все ваши эти темы. Да, да, некоторые из них, они сквозь всю бюрократическую вот эту вот чепуху, которая у нас вот нам досталась, так сказать, по наследству от предыдущих хозяев этого проекта, она вот пробивается иногда, и те новости, которые вы нам предлагаете на обсуждение, они вот в нашем дайджесте, в нашей вот этой ленте находят свое место, и это, по-моему, прекрасно. Кстапти, да, кстапти. Кстапти, для удобства, справа в сайтбаре, там же, просто вот практически над этой вот ссылочкой, есть ссылочки на войти на сайт и зарегистрироваться, вот я вижу у себя. Я тоже. Я всегда выхожу и смотрю на наш сайт глазами обычного пользователя. На крыльцо выходишь? Да, да. Чешешь? Естественно, я как маленький Будда. Выхожу из дворца и вижу, как наш сайт, как его видят обычные люди, а не как мы. И они могут спокойно зарегистрироваться, и потом оставлять комментарии уже без всяких проблем на сайте. Так-то у них были бы проблемы. Естественно. Чувак, у тебя будут проблемы. Столько проверок. Отмазываться надо, взятки давать. Лучше зарегистрироваться по-хорошему. Кроме этого, вы можете у нас заказать стикеры в нашем паблике vk.com.ua и вебдизайн. Стикеры на ноутбук, наклейки, все это вы знаете, и, как обычно, там спокойно нажмете кнопочку заветную синюю и свяжетесь с нами, мы вам все отправим, а вы нам деньги заплатите почему-то. Кроме этого, у нас есть еще уютный чатик в телеграм, мессенджер телеграм от Павла Дурова. Вы можете каким-то хреном написать в личку вебсайне, если вы очень прошаренный пацан. В личку в телеграме. Да, в личку в телеграме. Это очень важно. Есть люди, которые пишут в личку в vk. Это первый тест, это первый тест, пригодны ли вы для этого чатика. Потому что это челлендж, я считаю, написать именно правильно, чтобы вот прям именно в вебсайне, в личку, в телеграме, в мессенджере попросить и остаться в чатике навсегда. На самом деле, находиться в том чатике, это тоже челлендж, не из легких. Но это уже жизненный челлендж, а тут как бы такое вступительное. То есть быть ниндзей и сначала стать ниндзей, это как бы, ну, в общем, ты понял меня. Согласен с тобой. Есть у нас что-то еще такое? Нет, такого уже ничего нет. Тогда к Бабичу. Согласен. Бабич, best practices for search results. Темка вспышка от Бабича у нас, потому что в этот раз как-то вот все у него емко, четко и хлестко и по существу. Мы пару подкастов назад разбирали его тему о том, как оформить поле для поиска правильно, чтобы было понятно, что это поиск, как нажать там на него, где его расположить и так далее, чтобы пользователь, он не упустил такую важную часть функционала сайта, как поиск. Я так понимаю, Бабича засосал, и он продолжает про поиск. Да, он их выпулил практически одну за одной, видишь, если... Третье марта. Да, третье марта. То есть это было довольно-таки давно, но я нес эту тему сквозь время, сквозь пространство и знал, что она найдет свое место в каком-то из следующих подкастов. Ты как бы понес от Бабича. Вот, да. Выходит, что так. 10 практик нам он предлагает. Как же уже для тех пользователей, кто смог разорвать вот это ваше поле для поиска. Пуповину. В первый раз, да, обрезать его, вытереть кровь и пройти дальше уже непосредственно в результаты поисковые. Как сделать этот опыт для него более понятным и удобным. Какого для него, для Бабича? Для пользователя, для Бабича. Подожди, подожди, подожди. В прошлый раз были и так best practices, по сути. Да, были для поля, для поиска. Как лупу там нарисовать, кнопку, что нужна. А тут? Placeholder. А, тут results. А здесь results. То есть как отобразить то искомое. Ну-ну-ну-ну, исподнее. Давай, давай, давай. Сколько, давай. Первое. Как мы знаем по фотосессии группы Серебро, можно исподнее даже и не отображать. Блин, там все изобретено отображено. Нет, исподнее это белье именно. А, это да. Так вот, первое. Не нужно стирать запрос, который уже ввел пользователь после того, как они нажали поиск. Ну, то есть вы искали SVG, это хорошо. Чтобы Alex Gamer, чтобы чувак с Alex Gamer. Не прогрессировал. Чтобы он у него все-таки как-то, он чувствовал себя accessible, он для себя чувствовал. Окей. Так вот, но дело даже не в том, что вы искали SVG, а чтобы попробовать и поискать что-то еще, вот в том поле для поиска уже было преднаписано SVG. Например, на ewebdesign.ru сделано именно так. Вау. Чтобы ты такой, блин, просто SVG много как-то вываливается. Я напишу SVG Animation, и тем самым сужу поиск. И уже вот ему надо будет не заново SVG Animation писать, а всего лишь дописать Animation. Согласись, прям вот ускоряет и увеличивает User Experience. Шишка-то привстает от того, что мало надо писать. Казалось бы, это вот само собой разумеющееся, но надо это учитывать. Да, оно здесь все. Так или иначе, само себе разумеющееся, но не факт. Нет, почему бы это не напомнить просто нашим слушателям и самому себе? Да? Давай второе. Первое. Давай второе. Первое. Второе. Все результаты должны быть релевантными и точными. Тоже само себе разумеющееся. Ну слушай, вот это как-то от кого это зависит, простите? От того поискового движка, который ты используешь. Ну окей. И здесь говорят о том, что первые результаты на странице, они золотые. Потому что, как мы знаем, если на первых двух ссылках в кукле нет, то значит в интернете этого нет. Вот на вашем сайте должен тот же закон работать. Первые две ссылки должны быть максимально релевантными. В стандартный WordPress-овский алгоритм, конечно, есть к нему вопросы по этому поводу. Релевантность, например, вот я пишу SVG. Что делает релевантный алгоритм? Он мне недавнее про SVG показывает. Он не показывает мне, когда стандарт в 2011 появился. Он все-таки показывает в 2016 последние там SVG практики, символы и так далее. Не, ну конечно, что говорить, сравнивать поиск WordPress и Google это странно. Сравнивать очень легко. Можно на WordPress поставить Google Custom Search. Да, но он будет искать, по сути, по твоему сайт. Да, и будет релевантно и круто. Да. Главное, чтобы это выглядело еще круто. А вот это уже платный Google Custom Search. Это выручит тебя в этом отношении. И нормально тебе будет, в принципе. Третье. Третье. Используйте автоподсказки. Очень эффективные. Это тоже, это уже прям реально поисковой движок. Нужно на сайт прикручивать. То есть здесь, видишь, надо не просто какие-то хотя бы. Потому что здесь вот есть айс, и он Rapid Juicer. На варианте, где икс красный. Это именно икс. Вот такой экспириенс не должен быть на вашем сайте. Вот да. Потому что мало ли человек... Мало ли человек айс пишет, а ему six-sided dice. Кости игровые, шестиконечные практически. А нужно, чтобы айс-чест, айс-кьюб-трей и айс-пэк. Все-таки вот вещи, которые начинаются с айса. Нужно корректировать опечатки. И поиск, например, на сайте apple.com не корректирует ни хрена опечатки. Икс, маус и сразу ноль, результ фаунд. Надо, чтобы все-таки, возможно, вы имели в виду. Да, да. Вот этого нет на Apple. И он не с хрена здесь нам, Бабич, рекламирует асос какой-то. Видимо, он там одевается на этом сайте. Потому что он про него тут не одну и не два, не один и не два раза будет про него показано. Слушай, так мы тут как у Медведева раскрыли, где одевается Бабич. Скорее всего, надо смотреть, куда он теперь заказывает это и какие виллы на него оформлены. Он в оверкооте ходит? Да. И видишь, мы, кстати, поискали для вас оверкооте. И все. Исправлять ошибки – это круто. Пятое – показывать количество результатов. Мне нравится. Вот это что-то, казалось бы, это неважно, но круто. Оно помогает вам сказать так сказать, сказать так сказать. А вот про SVG как раз-то 500 результатов. И тебе не надо скроллировать вниз и смотреть, сколько страниц результатов, чтобы примерно прикинуть. А ты сразу видишь, ты слышишь – не, это много, я сейчас сужу до SVG Animation. И будет два результата. Я не знаю, честно говоря, что из этого меня больше смущает, когда я погуглил и нашел 500 результатов, или когда я погуглил и нашел 3 результата. Ну, как-то… Ну, в общем, для меня эта информация… Это Google. Google, там обычно 2 миллиона результатов показывается в среднем. Поэтому там… Хотя там тоже это написано, между прочим. Для меня это странная информация пока, но допустим… А ты представь, что ты в интернет-магазине. Хочешь по бабе что одеться. Вот там мне обычно помогает эта информация. Вот я хочу именно шапку фирмы Columbia. Вот я нажал Columbia, выбрал шапки, и мне говорят там, вы видите 100 шапок. Я такой, а, ну, я сейчас минут за 15 я их просмотрю. Или вы видите 3 шапки. Думаешь, что-то не то. Возможно, я Columbia как-то не так написал. Ну, согласен. Может быть, я в детском нахожусь. Может быть, в каком-то еще, в младенческом. В этом случае отлично, отлично. Наверняка наши подписчики спокойно нам вот просто с настольной книги, так сказать. То есть, с кончиков пальцев смогут еще с десяток примеров привести вот на каждый из этих пунктов. Шестое. Показывайте недавние поиски. Я считаю, нужно иметь возможность очищать недавние поиски, вместо того, чтобы их показывать. Не дай бог. Надо, знаешь, перед тем, как показать недавние поиски… А вы точно Александр? Да, да. Тогда введите пин-код, нарисуйте изображение, какой-нибудь дополнительный пароль и еще отпечаток сетчатки. Глаза. Да, пальцев на глазу. Короче говоря, да. Поэтому есть к этому какие-то сомнения. Но да, если будете такое отображать, не больше десяти показывайте. Не надо засорять. Что вы вообще при царе горохи искали? Надо сказать, что это удобно. Это действительно какое-то вот… Даже не юзабилити, это юзер-экспириенс. Ну да, это юзер-экспириенс. Ну, например, в Uber это удобно. Ты все равно примерно по трем точкам ездишь. Да. И вот выбирать уже, кликать тут. Не каждый раз писать свой домашний адрес или рабочий там. Я по трем точкам езжу. Я развожу по трем точкам. Ну это-то да. Седьмое. Выберите хороший пейдж-лейаут. То есть, как вы будете представлять информацию. Ну и здесь классическое правило. Картинки надо гридами. А детализированные какие-то просто в списке и все. Здесь у нас есть Walmart. А именно поиск на Walmart. И здесь картинки слева, список справа, там цены и так далее. Все очень простое. Это лист вью. И это если вы хотите читать информацию. Но если вы, например, находитесь на одежном, то как бы вот каждый раз смотреть в стопроцентный хлопок вам нахрен не упало. Поэтому нужно использовать грид. И будет просто там заголовок зеленая футболка. Ну и там зеленая футболка. Красная футболка. А там красная футболка. Ну и так далее. То есть это все зависит от того, какой у вас контент. Например, вот на Amazon, насколько я вижу по скриншоту. Может быть, eBay. Да, eBay. Аукционы Buy It Now. Просто у них очень похожая цветовая гамма. Там есть выбор. Либо лист вью, либо там кастомайзнуть как-то и отображать вот по-другому. То есть, в принципе, если у вас есть возможность выбирать, то это тоже будет не лишним. Восьмое. Показывайте прогресс поиска. Ну и это реально круто. То есть, если поиск какой-то долгий, нарисуйте что-нибудь. Вот, например, тут по прикольчику, когда еще не было поиска, тут вот этот вот аски кодом чувак, разводящий руками. Я бы это одним словом охарактеризовал замешательство. Вот в замешательстве чувачочек. Почему бы вот прогресс-баром или каким-нибудь прелодером не показывать, что, блин, чувак, сервер сейчас потеет, и у тебя будут скоро поисковые результаты. Просто этот чувак, я-то, видишь, знаю мемы. И этот чувак, который разводит ручками, это придумано, если я не ошибаюсь, поправьте меня обязательно, это придумано лентой RU. И как он оказался на вот этом, казалось бы, приличном сайте? Это авиасейлс. Это неприличный сайт. Ну, хорошо, ладно. Лентачом, возможно, уже придумано. Возможно. То есть, когда лента RU уже развалилась, и, ну, да. Я знал то, что имя. Я как бы не знал, может, это именно там Путин. Или кто-то еще. Это Путиным придумано, я думаю. Ладно, давай девятое. Девятое. Нужны фильтры и сортировки. Да, ладно. То есть, если у вас большой массив данных, я буду вот такими словами оперировать. Неплохо было бы как-то его фильтровать, сортировать и ориентироваться по нему. Поэтому, да, очевидно. Это на всех дискаунтерах, типа, там, Технопоинт, Ситилинка. И на Ацтеках иногда. В говне и на тряпке нужно тоже сортировки и фильтры иногда где-то делать, чтобы не запутаться. Кроме этого, нужно, ну, как бы такая микротип, как микротик. Микротик – это фирма производящая сетевое оборудование. Так вот, микротип. Нужно подсвечивать, какие фильтры выбраны на данный момент. Чтобы не забыть, что там вообще включено у меня сейчас. Ну и десятое. Не надо никогда вот этих страниц No Results. Почему? Даже если... Причем, я с тобой соглашусь. Мне No Results кажется честнее, чем тупорылое говно, когда я искал трусы, а мне сразу начали ботинки советовать. Машины. Да. Не, ну это правда, но, то есть, вот это странно. Это странно. Ну, не найдено и не найдено. Будьте честными и скажите мне это в лицо. У нас нет трусов. Нет, я попытаюсь немного подыграть Бабичу. А ему легко подыграть. Возможно, он имеет в виду, что если все-таки есть что-то очень похожее. Ну, то есть, не трусы, но стрин. Ну, другие. Не такие трусы, а другие трусы, да? Все-таки показать те другие трусы. Потому что имеется в виду вообще не прямо противоположные результаты показывать, а хотя бы чуть-чуть совпадающие. Вот. Ну, может быть, тогда я поверю в этот No Results. Вот. А когда совсем ничего нет такого. Просто чувак билиберду вел, а ты ему машины показываешь. Ну, это вызывает вопросы, конечно. Ну, тут, конечно, на Amazon прям максимально близкие позиции показываются. То есть, он красный зачеркнул и показывает не красный. Ну, это хорошо, это хорошо. Но я думаю, что такое реализовать все-таки значительно сложнее, чем просто вернуть ноль из нуля. Согласен. Ну, опять же. Ну, пусть там будет хотя бы, посмотрите наши рубрики там какие-нибудь. Ну, вот что-то вот, ну, не нарочито предлагающее сразу, знаешь, топ-резалт какой-то. А, кстати, в основном у нас на сайте ищут там вот то-то. Ну, как-то это, по-моему, дурной тон. Ладно. Мы, кстати, попутно здесь свое мнение прям высказывали, поэтому я даже не считаю, что нужно как-то на нем еще более подробно останавливаться. Дизайн продолжит Никита. Да, у нас заключающая тема дизайн. И мне кажется, надо передохнуть после дизайна, потому что у нас классические полтора часа дизайна. Ну, ладно, час. Да, час, причем среди этого часа у нас Седокова и организационный момент, поэтому, в принципе, нормально идем. Нормально? Ты считаешь, мы светские новости спокойно пройдем? Нет, 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 прерваться стопудово надо. Но это не связано с тем, что долго, это связано с тем, что уже не в МАГАТУ. Артемий Лебедев проиграл в конкурсе концептов кроссовок Nike дизайнеру из Лос-Анджелеса. Я вам напомню, что, как обычно, третьего дня, совсем недавно, Nike проводили конкурс среди именитых дизайнеров. То есть, скорее всего, все-таки с улицы не сильно брали людей, а брали людей каких-то известных. И я уверен, что... Должна быть очевидная шутка, зачем тогда Лебедева взяли? Я уверен, что кто-то из них, по-моему, не являлся прям стопудовым дизайнером. Чуть ли не диджеи там какие-то были. Но так или иначе, это были люди искусства. Это не были люди просто так, с улицы. Их всего 12 было, забегая вперед, можно сказать. Да, дюжина, не чертова. И один из них был представитель России. Можно так сказать, что это все-таки дизайнер из России Артемий Лебедев, собственно. Собственной персоной. И он сделал и дизайн кроссовок. А Nike, вы понимаете, что это все-таки в основном обувь. Понятно, что у них вся одежда есть, но они славятся своей обувью. Вот кроссовки Air Max 97. То есть, видимо, в 97 году были придуманы. И это супер-супер-супер культовая модель кроссовок. Мне кажется, раньше они были все-таки придуманы. Но я не берусь сейчас спорить, я не гуглил. Но почему-то мне кажется, что все вот эти вот культовые, они все с 80-х еще. Да, немножко вас просто погружу в тему. Короче, вот эти вот кроссовки 97, я погуглил их. Они все вот такие черные, как он здесь предлагает. Можешь немножко проскроллировать до кроссовок. Какие-то уже это сделал. На его, да, моделях? Да-да-да. Черные кроссовки. Такие, которые, ну, слушай, я бы не надел никогда. Сто пудо. Они, во-первых, без шнурков, вот на этих резиночках. Это для меня сразу нет. Но я уверен, что Артемий, он вдохновлялся теми 97-ми Air Max'ами, которые были. И сделал вот так, как надо. Я уверен, что люди, они почувствовали вот легкое какое-то что-то в сердце, которое носили такие Air Max'ы или хотя бы любят эти модели. Вот поэтому я уверен, что тут все круто сделано, но он не выиграл. Выиграл чувак выше из Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес. Выше, в смысле, физически выше, чем Лебедев. Да, да. И такое чувство, что дали своим. Вот в Лос-Анджелесе каким-то чувакам. Никому-то там из Франции. То, что они там друг другу дают, меня мало волнует. Но вот то, что присудили приз своим, это уже не очень. Да, Шону Визерспуну. И он сделал вот такой более легкий, как мне кажется, дизайн кроссовок. Посмотри, его расцветка Air Max'ов. Это тоже Air Max'ы, но это какая-то коллаборация между 97-ми и первыми. Я не совсем понял, но это другая все-таки вроде бы модель. Но выглядит по-другому. Более современная. Такую я бы уже хотя бы надел. Несмотря на всю радужность всего этого. Она, кстати, радужная. Она, кстати, радужная. Она такая, Сан-Франциско стиль. Но мне нравится. Вот, тем не менее, оно классно, легко смотрится. По сравнению с дизайном Лебедева. И, собственно, сам ролик, где чувак, вот этот Шон Визерспун, он прям круто говорит, что я там вообще просто очень восторженно отношусь к этим кроссовкам. Это жизнь, это ма-ма-ма, Nike, фа-фа-фа. Вот. Что же говорит у себя в ролике вот эта вот серия Meet the Revolutioner в ролике в своем Лебедев про конкурс? Ничего. Он не говорит ничего. Он просто говорит, что мы дизайнеры занимаемся тем. В общем, сами посмотрите обязательно. Он говорит мотивационно. Но, к сожалению, именно вот в этой новости, которую мы смотрим в Лебедев Найк Энд, нету его ролика. Нет ролика. Есть ролик только вот кого там, Ника, Майка. Самого Шона. Шона. Ну, почти. Ник и Майк, это, как вы догадались, я из Найка выродил два имени случайно. Ник и Майк. Короче. Мне просто, если бы они еще Майку, Найк дал Майку, то это уже было бы вообще ни в какую. Если бы они там друг другу давали еще, это не прикрыто. Это вообще было бы плохо. Короче говоря, он сделал ролик для нас, господа. И я очень рад этому. Он не прогнулся под Найки вообще никак. Он ни слова не сказал про это. Он сказал какие-то напутствия дизайнерам. То есть нам с вами, господа. Прям посмотрите. Он на русском это говорит. Никак не... Вот не прогнулся под Найк. Говорит, что просто, чуваки, надо делать все вот самим. Так же, как первая новость у нас, не проси такого, про девочку, которая дизайн сделала для Инстаграма. Так же, и он сам берется за редизайн метро. Его никто не просит. Заказы на миллионы долларов ему не делают. Он сам садится и рисует. Там немножко... Из-за того, что я просто вот взял и несколько раз посмотрел это видео, мне потом показалось немножко лукавство. Но просто он там так как-то немножко не совсем, короче, как-то мне это искусственно показалось. Но не суть. Это просто уже налет того, что я сто раз посмотрел этот ролик без штанов. Короче говоря, вот. Ну а тем не менее, очень мотивационно, посмотрите обязательно. Мне вот понравилось, что он не прогнулся. А по сути, то, что он проиграл, это кэш хреново. А то, что он на подошве использовал русский логотип Найк, как тебе? То, что светоотражающая ткань, как тебе? Тут это еще более круто как-то. Я вот не ожидал. Про светоотражающую согласен. Это прям круто. Да и русский прикольно. Нет, согласен. Ничего плохого не вижу. Просто здесь конкретно подошва выглядит, как будто это кеды. Как будто это плоская беспонтовая подошва. Ну то есть на реальных... А, это стелька, твою мать. Это стелька, это стелька, блин. Но слушай, как он так просто ворвался-то с русским совсем? Ну вот он хотел. То есть, понимаешь, у него была возможность выиграть. У него была возможность сделать вылизанное дерьмо по заказу. Да. Гей, транссексуал. Вот это все. Я уверен, что он не понаслышке это может сделать. Но, видимо, он превыше все-таки вот этих всех трендов. Примерно как мы, уважаемые подписчики. Знаете, что мы превыше трендов. Блин, надо тоже для Air Max'ов сделать. Причем, обрати внимание, что 24-го числа, вот до подведения результатов, он был на втором месте. За два дня до этого даже первое место занимало. На первом, да, на первом по голосованию. Возможно, там по каруселям голосовали за Шона. И мне кажется, что просто он ставил ставки, опять же, на русских людей, которые будут голосовать за него. И тогда все это обосновано. То есть, он просто взял какую-то территорию, которая полностью за него проголосует. За Шона проголосовала Америка, да, условно. За какого-нибудь Беньямина Эйдина вся Турция проголосовала, например. Ну, и если все, как ты сказал, то тогда понятно, почему выиграл Шон Американцев банально в 4 раза больше. Да, и которые, ну, они интересуются Найками, по крайней мере. У нас, скорее всего, люди, если те, которые носят Найки, множество из них, скорее всего, не интересуются моделями Найк. Наверняка. Многие интересуются только поддельными моделями Найк, их же и носят. Которые через Си пишут, Найк. Вот, да. Ник и Майк еще. Да, ну, в общем, давайте немножко отдохнем, прервемся, а потом светские новости. Такой трейн из светских новостей, вот прям реально вагончики смешных шуток. Хайп-трейн, возможно. Да. А потом разработка пойдет, и темы слушателей круто будет. Давайте, господа, отдыхаем. Давайте, прервемся. В перерыве, на самом деле, Саня сделал в гейзерной турочке кофею, кофеонского, кофеянского себе. Сейчас будет употреблять, а я буду вам рассказывать про светские новости. Я еще посасывать буду в этот момент. Саня будет посасывать в этот момент. Новые эмадзи, первое новое светское новое. Вы так любите про эмадзи, господа. Вы так нам пишете. Побольше, Никит, пожалуйста, про эмадзи расскажи. Ну, Никит, ну как там эмадзи? И вот, вот, новые 51 эмадзи будут в 2017-м представлены. Возможно. Возможно. Здесь как бы оговорочка. На самом деле, на самом деле, мы можем сразу на картиночку посмотреть. Вот давай посмотрим на картиночку. Например, что здесь мне нравится? Мне здесь нравятся всякие различные носки, которые такие, Christmas носки. Мне здесь нравятся динозаврики, просто представьте, слушатели. Мне кузнечик больше, чем динозаврики. Точнее, сверчок. Кузнечик просто, ну, мразь последняя. Вот самый левый какой-то ежик, стесняющийся. Нам сейчас скажут, что это какой-нибудь именно е... Но это еж? Это какой-нибудь ежик из мультика там про ежиков там. Здесь также есть, например, отличительно религиозная вот в хиджабе женщина. Ух ты. Здесь есть, например, какие-то две одинаковые девушки с одинаковой прической, как у Трейсера из Overwatch. Нет, одна из них, я так думаю, еще девочка. А вторая уже давно не девочка. Ну, ладно, да. Ну, как бы, посмотри по вытянусти лица. Возможно, одна уже этим лицом... Есть, короче, камень из игры, которую натирать лед, который между нами тается, допустим. Кернинг. Да, и керлинг. А, керлинг это уже, да, керлинг. Керлинг это все знают у нас, а керлинг никто не знает. Уже все, просто, да. Ну, ладно, ну, давай перейдем дальше. Здесь пишут... Ну, подожди, ну, давай НЛО, например, мне нравится. Ну, блин, ну, там даже список. На, ну, извини, извини, все. Просто я не могу вот этой картинке доверять. Эта картинка, она как будто, знаешь, вот ее сперли откуда-то, там, где можно мелодии на 4.2, 4.2 заказывать, все еще. Вот надо списку, список. Здесь будет список, фуллист, и мы немножко там вот просто точечно будем... Перейти на PDF. Будем свой английский. Не надо ничего переходить, просто в этой статье есть прям список по точечкам. Улки, лишки. Сань, понимаешь, да, о чем я? Unordered list. Точно, unordered list. И, короче, не факт, что они все будут включены. Чувак очень радуется, что есть именно автор статьи. Радуется тому, что есть всякие вкусняшечки. Это классненько. Но он хотел бы именно cinnamon sugar pretzel. То есть с корицей именно дерьмо. Сам для себя. Но это я вас просто посвящаю в чуваков The Next Web. А вообще вот фуллист. И здесь мы сейчас свой английский будем практиковать. Полный список того, что может быть в MADZ, господа. Я все-таки открываю PDF-ку. Там точно такой же список, но там еще есть расшифровка. Annotation. Не у всех, конечно, но да. Я открою тогда. Где этот PDF? Где ты нашел ссылку? По фуллист. А, окей. Окей. Так, хорошо. Открываем. Есть. Господа, например, sled. Sunny. Sunny. Sunny, да. Я, кстати, смотрел и забыл уже, что это Sunny. Sled. Вот такое, казалось бы, Sunny это очень легкое слово английское. Но вот хрен... Вот ты откуда запомнил его? Хрен его знает. Просто знаю. Из детских песенок. Flying Saucer. Это же летающая тарелка? Не знаю. А вот я посмотрю. Все знают, что I love your hand sign. Я люблю твои руки. Знак. Это вот классический знак. Но это классно. Это прикольно. Допустим, что еще здесь есть? Из прикольного, из классного. Coconut нам нравится? Breastfeeding мне нравится в основном. Breastfeeding. Это кормление грудью, господа. Кормление грудью. Что еще есть? Интересно, саму грудь видит. Curling Stone есть. А это именно... Ну, вы поняли. Камень для curling. Вы поняли. Но мы это все... Вот T-Rex, например. Брокколи. T-Rex. Брокколи. Брокколи. T-Rex. Например, брокколи. Vampire. Vampire. Опа. Опа. Можно кот вот в конце. То есть можно будет пальтишка на вампайра прикинуть. И person in lotus position. Это миссионерская позиция. Я вам перевожу. Older adult есть. Типа вообще старики сраные будут. Мы как бы толеранты. Старый и взрослый. Мы же толерантны в этом подкасте полностью. Как всегда. Face with monocle. Можно будет like a sir показывать. Person with headscarf. Скобка hijab. Ну и просто я вам скажу, что будет эльф. С головным шарфом. Эльф. Маг будет. Джинни. Ну да. И зомби будет. Ну блин, ну классно. И brain будет. И вообще классно. Все. Идем дальше. Самое крутое. Мерперсон. То есть mermaid. Русалка. Или merman. То есть русал. Русал, да. Как русалюминий. То есть дерипаска. Идем к следующему вагончику из светских новостей. Переходим. Мы как бы как идем с чаем по вагонам. Вот так трясемся. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Да. И переходим к новости, которая будет, я так понимаю, это даже вагончик из нескольких вагончиков. Это вот отдельный состав. Из двух я вижу как минимум. Возможно там третий еще какой-то. А нет, третий мы упразднили с тобой. Вконтакте совершил очередной прорыв. На короткое время все пользователи соцсети получили права модераторов. Я слушаю, вот это не застал этого дерьма? То есть я новости-то прочитал, но только из новостей знаю. Я вот только из этих новостей. Если мне Хаббер не прислал рассылку, я бы и не узнал никогда. А нам это не предлагали, да? Нет, это я сам, я иногда умею находить темки сам еще. Блин, ну тут у тебя не атрофировалось это дерьмо. Пока нет. Короче, в какой-то момент, 21-го, по-моему, марта, если я не ошибаюсь, в какой-то момент всем пользователям во Вконтакте произошел баг, и пользователи во Вконтакте получили права модераторов. Есть вот такие права, некие модераторов. То есть модераторов, я уверен, что огромное количество модераторов работает во Вконтакте. Согласен, согласен, да. Потому что им нужно модерировать все разделы. Я думаю, что даже есть определенные группы модераторов, которые на разные секции поделены. Я думаю, есть даже специальные модераторы, которые конкретные пабликами занимаются. Типа МДК, там вот такими, которые уже прямо топовые. Имеется в виду, модератор не тот модератор, который именно работает в МДК, а тот, который работает во Вконтакте. Да, и следит, чтобы в МДК не было чернухи. Вот. И такие права получили все пользователи. И слушай, там такое открылось, такое открылось. Вот в этой новости посмотрим, что открылось. И после вот этого всего Павел Луров поржал. Я не могу не иначе это назвать. Он поржал, поставил себе на аватарку, что он вот с бородой, что он как бы представитель какой-то, видимо, организованной преступной группировки террористической. Запрещенной наверняка на территории Российской Федерации. Но сам Дуров пока еще не запрещен. Временно это, судя по этой фотографии. Возможно и будет, да. Вот он так поприкалывался, типа ответил. Якобы кто-то еще про него помнит. Ну мы помним с тобой. Он навсегда в наших сердцах. Сами команда Вконтакте написали официально. Сегодня около полуночи в результате непредвиденного сбоя пользователи на несколько минут получили доступ к некоторым служебным разделам сайта. Результаты сбоя уже устранены. И можно видеть, что открылось в профиле пользователя. Ну здесь я вам сразу скажу, уважаемые подписчики, вначале еще был видос. Если хотите прям фулку посмотреть, то там есть возможность. Да, мы буквально поржем, что вот можно пометить 18+. Ты сам когда метишь, ты 18+, метишь? Естественно, других опций у меня не предусмотрено. Да, можно всякое делать. Отчеты о багах, личная карточка. В общем, на самом деле ничего, все такое безобидно. Безобидно, хотя вот дальше мы поймем, что не совсем безобидно. Можно было баг-репорты всякие кидать. Кучу баг-репортов. Насылали люди, потому что они узнали, что... Можно посмотреть... Непонятно, кстати, здесь скриншоты вот true или не true, потому что здесь написано, что нельзя подтвердить 100%, что вот был такой функционал, потому что это буквально 4 минуты этот баг существовал. Но даже за 4 минуты люди успели наговнить. И они увидели вот, например... Кстати, сильно наговнить не могли. Там написано, что, например, просмотр всех сообщений и всех фото не открывался по причине отказа в доступе. Но наверняка у полных модераторов, так сказать, ну, которые переборщили немного с кофе, там, пончиками, у них все-таки этот доступ есть. Суть в том, что, понимаешь, и автор статьи на Хабре вот здесь вот пишет, блин, а что если каждый модератор может смотреть мои личные фотки, которые я пенисы свои посылаю своей девушке, например, в личных сообщениях? Ну, надо всегда иметь это в виду, когда пользуешься чьим-то сервисом, что он будет на твой пенис смотреть. Когда пользуешься пенисом, я думал. И это тоже, да. Понимаешь, вот, например, у некой Светланы Диаконенко, у нее вот написано... Так, уже интересно. Здесь есть как бы данные об ее фотографии. И сразу порноскор, можно посмотреть, какой у нее к ее фотографии. И он какой-то 0-0-3-4. Согласен, какая-то она не горяченькая. Странная информация, нужна ли она модераторам или нет, вопрос. Вот, и как бы... Давай вернемся чуть взад-назад. Давай. Там, где вот не бан по шаблону, а там, где скриншоты контекстных меню, в которых типа расширенные всякие, типа запретить гиперссылки, удалить логотип, вот это запретить обложки. Мне кажется, вот мы с тобой оба знаем, что есть такое расширение на броузеры различных ВК-опт. Да, хорошее расширение. Я, например, до сих пор пользуюсь. Могу нашим подписчикам прямо продемонстрировать. Я могу порекомендовать даже его. Согласен, согласен. Я бы его всем порекомендовал. На данный момент актуально 3.0.2.0. И у них, чем раньше, по крайней мере, в старом интерфейсе ВК они отличались, они добавляют гигантское количество функций, примерно столько же, сколько в админке здесь. Но их функции можно было сделать, отображать в квадратных скобках. И ты сразу четко понимал, что является дефолтным функционалом ВК, а что является уже твоим расширенным, потому что ты крутой поставил расширение. Вот им бы модерские тоже как-то обозначить. Наверняка, конечно, модеры уже наизусть знают, что у них модерское. Но хотя бы как бы вот, мне кажется, что для юзер экспириенса, именно экспириенс, это важно, я как бы больше буду удовольствия получать, если я буду видеть, что из этого мне дано волей новых учредителей в контакте. Поэтому вот это упущение. Ну давай продолжим, к Порнскор вернемся. Ты даже не возвращаясь к Порнскор, понимаешь, особенно все обосрались от того, что, а что там можно теперь, что они могут, что они, они же могут даже смотреть историю запросов наших, а могут. А как вы думали, да. Вот как здесь, вот на этом, достоверность скрина не подтверждена, кстати говоря, вот в этой новости. И теперь, господа, вы такие все, а что реально модераторы могут? Ты понимаешь, что модераторов могут и по объявлению набирать, ну каких-то просто хрен кого. Согласен, наверняка можно как-то попасть туда. Через постель, как минимум. Да. И следующая новость, оправдание ВК за факап, тоже с хабро-хабро. Уже компания ВКонтакте на своем блоге, у них как-то, кстати, не очень оформлен блог. То есть вот, например, у Mail.ru, по-моему, очень хорошо оформлен блог на ВКонтакте. Фу, на хабре. Ну, у них хотя бы хедерная картинка есть, да, как у Яндекса, например. Тут как-то суховато, не очень позаботились. Да, с 20 на 21 марта, из-за ошибки в коде, все пользователи ВКонтакте на 4 минуты получили служебные права. Что случилось? Здесь есть вопрос. И говорят, что вот просто вот невнимательный мердж ветки произошел. Вот практически взяли и смерджили хреново. Залили то не туда. Но очень легко откатили. Сразу все вспоминаются, вот эти все гифки, когда мерджишь в пятницу, когда там все рушится, когда там кто-нибудь на кого-нибудь забирается, и так далее. Здесь, видимо, дуров на них забрался с бородой. Скорее всего, да. Понимаешь, в чем дело? Суть в том, что они говорят, ничего такого. На самом деле, не-не-не, у нас ничего. У нас оказывается, что модераторы никогда не получают доступ к личной информации к вашей. То есть, бывает, есть такие модераторы с такими привилегиями, которые могут, например, чистить спам. Вот люди же некоторые спам в личках кидают. Непонятно, это вот чувак в личках всем спам кидает? Или свои голые пенисы своим девушкам? Вот, ну, непонятно, да? Но очень умный алгоритм, который, как бы, это не человек, это алгоритм. Он определяет спам-скор некий. Он может, он может спам, да, определяет. То есть, человек никак не касается ваших пенисов, к сожалению. Хотя бы бы хотели. К сожалению, для некоторых отправителей, да. Да. Вот. А конкретно, если ты жмешь спам, вот, например, в каком-то личном сообщении, то там уже зайдет модератор, спалит. Но ты спам не жми на то, что не надо. То есть, он не зайдет никогда и не посмотрит, все нормально. То есть, у него нет доступа. Ему, то есть, ему придет только то, что спам конкретно. Он не будет читать всю вашу личку, скроллить. У него даже интерфейс другой. Поэтому, типа, ВКонтакте говорят, что модераторы не имеют данных, не имеют никогда, потому что мы заботимся о своих пользователях. Мало ли кто там, мало ли кого мы нанимаем, мало ли кто там что. Заботимся о своих пользователях, разглашение, privacy, все круто. Ну, конечно, ну, как бы, я даже нисколько не сомневался, что они именно в таком ключе нам на это ответят, именно нам. Да. Но... Но и правильно, это правильный ответ от мировой компании. Сказать, да, чуваки, да, все про вас все знают, ФК был, нам не жалко, вот как бы мы считаем это в порядке вещей, пошли вы все в жопу. Вот, слава богу, что не так. Поэтому... Сейчас они говорят, что они поняли благодаря... Почему 4 минуты те самые? Потому что... Потому что... У них логи, у них логи. И причем, что упало? ВК же в тот момент лег. А, то есть еще и лег. А лег он, знаешь как? Лег из-за чего? Из-за того, что... Из-за того, что все начали приватные фото друг друга смотреть. Нет, из-за того, что в логи посыпалась инфа о том, что огромное количество модераторов стало делать действия. У них обычно как? У них все логируется. У них все модераторы отслеживаются. Потом тебя могут уволить вплоть до уголовки. Это ты придумал сейчас или нет? Нет, это правда, написано. То есть, если ты что-то делал, ты модератор, будучи модератором, делал говно, вот реально прям говно, которое описано у них в правилах, нарушает правила, то просто по логам они это увидят легко. У них все логируется. Я про уголовку в основном переспрашиваю. По-моему, нет. По-моему, прям реально. Ну, с заведением дела, там, и занесение в грудную клеть. Так. Короче. Какой-то странный звук сейчас. Это мне занесли. Суть в том, что у них поперли логи. И как я это вижу? У них есть баска, в которой все логи пишутся. Она там какая-нибудь крутая, ноу, SQL, все круто. Туда все пишется. И как только туда миллиарды сообщений повалили, а туда повалило все, что начали делать огромное количество модераторов, а мы знаем, что пользователи на ВКонтакте ту его хуча. Согласен. Не больше, не меньше. Ты знаешь, что в логи попало? И сразу эта база навернулась, и за ней сразу ВКонтакте свернулся в трубочку. Вот. Знаешь, как свернулся? Вот в этом. В героях, когда убиваешь каких-нибудь вампиров, они вот так в прах. В круг. Нет, а есть где же в круг чуваки уходят? Это джины, по-моему, там. Да, какие-то магические. Вот ВКонтакте прям так. Ну, в прах тоже круто, кстати, мне понравилось. Чудища тоже в кучу говна. О, да, с ногтями. Вот ногти, это как раз эти логи сверху прикрыли просто весь ВКонтакте, и всё. Не Чудища, а Бегемот, я бы сейчас сказал. Извини, извини, да. Извини, это же оскорбление. Сейчас где-то грустят Бегемоты, когда ты Чудища и назвал. Я согласен. Ой, с ногтями. Возможно, даже древние Бегемоты. Одно из затворотительных вообще ощущений. Это ногти вот эти. Это просто худшее моего детства. Короче говоря, вот такая история. Самое главное, у них ускорение было вовремя накидывать, чтобы они подошли. Вот так тебе. Ладно. В данный момент аналитики сейчас расследуют все эти логи. Никто ли не наговнил? Подействительно. Ты если не хочешь допивать, мне оставь, уже знаешь. Допивать будете ты? Допивать будете? Русские есть? Не буду. Не будешь реально? Ладно, я допью, нормальную тему. Я очень люблю, на самом деле, кофе из... Проистрастился я у Сани. Кофе из гейзера. Именно из гейзера. У него тут бьет из-под пола. Все, идем дальше. Вконтакте задолбал. Согласен. Своё мнение мы высказали. Сейчас, короче, предложенное. Давай, пока ты пьешь, я прочитаю. Евген нам прокомментировал. Пошли темы предложки, как так называемые. Ну, те самые, которые вы предлагаете в сайдбар. Да. Мужики, зарегался, нет мочи терпеть. Возможно, мочи. Здесь не знаю. В конце 2016-го кидал вам идейку с релевантностью произведенного вами контента. С выявлением наиболее интересующих вашу ЦА. Откуда он узнал нашу ЦА? Ну, допустим, по его аппроксимации. Вы вроде как прохавали, похвалили, простите. А ты ему вроде и похавали. Нет, самое смешное, что он очень прикольные шуточки делает, так что ты будь готов. Ну, я попробую, да. Я вроде читал это. Я думал, ты приготовился его делать отвечать. Как только шуточка. Ну-ка, сделай это в микрофон, прям, чтобы слушать его. Вот так, давай. Не мечтать скатиться в подкастах, наконец-то. Опередеть подмышки. Ну как подмышки? Никто это не видит. Ну давай, окей. Вот, вы вроде как похвалили, зачеркнуто, и дали надежду. А на деле спустили сквозь геймерские пальцы. Откуда ты знал? Сквозь какие пальцы мы спускали в тот момент? Ладно. А конечно, а конечно, понимаю, там семьи. Несколько семей, возможно. Учеба, работа, говно. Посему. Основное говно. Посему выношу свое субъективное, объективное на обозрение всей публики. Может, этого не хватает только мне? Так. Не только мне. Так, первое. Сделайте возможность делать нравится-не нравится комментариям. Никамильфо. Это конфеты я вам напоминаю такие. Никамильфо. Как-то в 2К17 засирать банальным согласен, поддерживаю. Интересная, схожая с твоим мнением мысль. В смысле, на сайте. Ну, конечно, да. Чтобы Евгену все плюсанули сейчас здесь. И он спускал потом сквозь свои геймерские пальцы. Мы сразу будем отвечать на первый пункт? Хотелось бы сделать такую возможность, да. А что, это сложно? Я тебя как разработчика сайта... Ни хрена не сложно. Есть прям коммент с мета. Можно прям хранить отдельно. Прям вот делать, чтобы у всех это. Но это надо делать. А ты сам понимаешь, семья, учеба, работа, говно. Все правильно. То есть, Евген, он зрит в корень. Видит нас насквозь. Возможно, он в мой трелло прям зрит. Где это все прописано. Он, возможно, еще фотки мои приватные в трелло смотрит. Второй пункт. Нужно больше золота. Зачеркнуто. Актуальных зачеркнуто тегов. Ну, то есть, актуальных не зачеркнуто. Тегов зачеркнуто. Тегов, видимо, HTML-ных тегов. Чувак хочет хотя бы target blank, спойлер, офф-топ и тп. То есть, он хочет нам форум развернуть здесь полный. Согласен, было бы неплохо. Кстати, можно прям шортлист таких тегов создать. Они создаются еще быстрее, чем лайки и подписки. Но как бы вот да. Третий пункт это, как бы, опять же, список из двух пунктов по мелочи. 3.1. Доработать формы письма, приходящего по регистрации, чтобы хотелось сохранить, а не сжечь кнопку и удалить. У нас там что, некрасиво все? Да, как бы, вообще... Там абсолютно дженерик дерьмо приходит. Прям вот, ну... Белое на белом. Лист. Да. Текст. Ну, слушай, вот это... Ну, слушай, да, доработать, чтобы они были красочные, как у MailChimp. Чтобы там с печатью красной такой красивой, да? Гербовой. С нашим логотипом ты имеешь в виду скатиться? С нашим логотипом все-таки. Отскатились мы немножечко. Ну, слушай, как бы... Давай 3.2 сразу зачитаю. Согласен. Я не диспособен уже. К диспуту. 3.2. Ну, и то, что... Хочется совершить нахрен подкаст. Это мы еще до разработки просто не дошли. Ну, и то, что 40% подкаста обсуждаете любимые Смайлы и Мадзи. О! Видимо, ему это не нравится. Не нравится, что ли? Или нравится? Удалью от комментариев. Это не хватает ему. Ладно, ладно. Мало мы Смайлов и Мадзи обсуждали. Ну, и, кстати говоря, у Евгена есть новость. Легонькая, как он нам предлагает. Вот. И мы сейчас ее посмотрим. Причем она йогонькая. Йогонькая. Л-йогонькая. По скриптам лаганул форум знатно. Это мы давай посмотрим после новости. Там смешно. Ладно. Господа, с do.ua. Возможно, кому-то этот сайт известен. Скорее всего, на Украине. Потому что все-таки .ua. Инфографика про IT-специалистов и портрет вот этого вот IT-специалиста, в 2016 году. На самом деле новость не такая уж и новая. Но прикольно. Поржем. Сколько вам лет? Был проведен опрос. 8188. Почти. 1488 анкет. В опросе поучаствовало. Каждый 12-й специалист IT-индустрии страны. То есть Украины. Итак, кто же мы такие представители украинского IT-сообщества? Сколько вам лет? Сразу мы видим на инфографике. Она здесь поделена по картиночкам, поэтому будем по ним смотреть. И здесь очень прикольно, как выглядят вот портреты действительно людей. Людям от 26 до 30 лет. Это большая часть, 37%. Которые вот выглядят с полувыбритой головой, с проколотым ухом, с бородищей. Надо сказать, что очень мало людей до 20 лет. 4% всего вот этих вот юнцов. Хотя казалось бы, мне кажется, в России больше до 20 лет именно. На втором месте хочется отметить, что от 21 до 25 лет. На Украине все уже матьё. Я тебе так скажу. Вот эта вот хреновина отображает полностью статистику нашего паблика. Вот у нас такие же подписчики все. У них тоже жёлто-синее всё, или как? Кстати, есть у чувака, здесь есть вот люди с бородами и с очками в стиле флага Украины. Это стиль прям отдельный, согласен, да. Вижу, вижу, что есть. Ваш пол, ваш пол. Тоже достаточно интересно. 16% женщины, 84% мужчины. Казалось бы, ничего нового, но 16% это уже, я считаю, солидная, солидная доля женщин в нашей области. Возможно, у нас всё-таки в паблике меньше. У нас меньше. Силу специфичности некоторого контента. Силу того, что мы травим, травим женщин. Вот прям вот я не побоюсь этого слова. Мужчин не выкладываем. Согласен, у нас прям шовинизм полный. Фу! Где вы живёте? Следующая картинка. 42% живёт в Киеве. А я напоминаю, что инфографик из Украины. 42% в Киеве. И это большинство. Большойство это. Так. Вот. Текай с городу, во-первых. А во-вторых, слушайте. А во-вторых, то би. Да. А мне интересно, 100%-то наберётся или нет? Нет. Но ты же понимаешь, что там ещё есть мелкие города, кроме тех шести, которые здесь. На втором месте всё-таки Хайков. Не знаю, мне ничего не сказало. Самое главное, здесь Крым на Украине. А как же, он же наш. Вот я сам не понял. Это вопрос. Но там 0%. Но там же 0%. Ну вот. А может быть, там просто IT-специалисты? Там москаледние, понимаешь? Там нету IT-специалистов. Ладно, идём дальше. Кем работаете? 55% из IT-индустрии, я напоминаю. 55% разработчики. 15% тестировщики. Я так понимаю, Днепропетровск переименовали в Днепро уже как бы вот при нынешнем, так сказать, строю. Слушай, я ещё хотел сказать интересную статистику о том, что в среднем... Ещё интересную. В среднем один QA, то есть тестировщик один, он тестирует продукты четверых программистов. И это бразерс, надо подставлять сюда картиночку. Точнее, скорее... Где ты это читаешь? Вот там, где работа, это работа там. Нет, это наоборот в самом начале. Работа, раздел. А, всё, всё. Я текста не читаю, я только корни... Я понимаю, я-то просто это читал немножко краем глаза. И представляешь, один тестировщик на четырёх программистов по Саше Грей. Ну, бедняга. Сколько у вас лет опыта работы в IT? И здесь интересно. Здесь интересно тем, как выглядит человек, который проработал больше 10 лет в IT. Он как-то отличается от человека, который от 5 до 10 лет работает. Потому что от 5 до 10 лет это человек, который просто вот... Он заржавел на своём месте. Он просто сидит, он уже скотинулся. У него катулька на голове уже сидит. Да. И просто вот... Фу. А вот чувак, который больше 10 лет, он уже на пляже лежит. Скорее всего, это те люди, которые наврали. Это лгуны. 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 Большинство, конечно же, от 3 до 5 лет. То есть это такая, ну, стандартная примерно... То есть это ровно то количество лет, когда родители купили компьютер. И то количество лет, сколько мы существуем, уже 3 года, наверное. И веб-дизайн существует. Ну, будет... В марте было 3, да. Вот. И это получается, по сути... Ё-моё, мы же пропустили день рождения нашего подкаста. Ё-моё. Ты давай пока говори, а я попробую узнать, 25-го это было или 22-го? Я просто... Мне кажется, мы февральские. Февральский канал, а именно подкаст. А, хорошо. Я просто помню, что это две разные даты. Ладно, ваш тайтл. Тогда... Не, ну подкаст... Ну ладно. Ваш тайтл. Да. А тайтл, это имеется в виду... Насколько вы... Джуниор, мидл, сеньор, лид. И большинство всё-таки мидлы. 38 процентов. Мидлы. Угу. На втором месте джуниоры. Угу. Вот так сосочка делали. 12 процентов лиды, это такие уже стареньшие. 15 апреля вышел первый подкаст. Будет скоро трёхлетие. Надо чё-то делать. Надо как-то себе зарубочку-то поставить где-нибудь. Надо чё-то делать, видимо. Далее. В скольких компаниях успели поработать? Ну здесь вот так, 38... Ой, 37 процентов. Две компании. В общем, не очень интересно. Дальше прикольно. Ну смотри. Как бы люди-то переходят. Текучка некоторая происходит. Да, переходят. Две компании, 37 процентов. А почему выбрали именно IT? Здесь интересно, господа. Вот напрягите свои ушки. 82 процента из опрашиваемых... Мать твою. Ты понимаешь... Какого я сказал в апреле? 15-го что-то такое. 15-го. Чёрт. Я думал 12-го. А 12-го апреля, как нетрудно догадаться, это, извини, что я тебя перебиваю, день космонавтики. Блин, ну это... Если бы мы 12-го стартовали, то это судьба. Это было бы поехали. Вот да. Почему выбрали именно IT? Напоминаю, господа, Украина. 82 процента интерес к технологиям. 50 процентов... Ну, имеется в виду, что можно было отмечать несколько пунктов. 50 процентов высокие зарплаты. В том числе и высокие зарплаты. То есть 32 процента людей... Ну, ладно, это разные... Нельзя, нет, нельзя. Возможно, люди, которые высокие зарплаты, не всех их интересуют технологией. И наоборот. Это не разные... Да, это разные абсолютно люди. Поэтому не будем это смешивать, дерьмо. Перейдём дальше. Смотри-ка, смотри-ка. Что для вас важно при выборе работы? 73 процента зарплата и бонусы. Уже прям вот ещё больше верить начинаю. А интересные задачи... Тут всё равно солгал кто-то. Возможно, всё-таки 173 процента зарплата и бонусы. Интересна ли вам ваша текущая работа, проект? 52 процента скорее интересно. 37 процентов... Да, очень интересно. Здесь чувак такой прям... Так, что здесь ещё такого? Из крутого, из крутого. Где работаете? Например, в офисе. 84 процента работают в офисе, господа. 8 процентов... Тебе повезло. А, ты не такая. Один процент работает в каворкингах. Я согласен, неудобно работать в каворкингах, но есть и такие. Нет, я думаю, сидит в каворкингах больше, но процент работающих реально один. Себя люди видят преуспевающими, карьеристами. 52 процента сеньорами и лидами видят себя через 5 лет. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Кто-то себя пенсионер... А, как вы думаете, сеньоры будущей элиты, сеньорит-то вам хватит всем на ваших 52 процента? Или лидит. Страшно звучать. Лидит это заболевание какое-то. У вас хронический лидит. У вас лидит, да. Переворачиватель пингвинов 13 процентов из этих людей. Ну, это какие-то шуточки про сисадминские, я чувствую. Кстати, да, сисадминские, походу. Я-то бы и не догадался, если честно. Будучи сисадмином. Хотя, казалось бы, да. Да. Так, давай посмотрим еще. Давай про образование немножко посмотрим. 64 процента, больше половины, это высшее программирование точной науки. Даже не юриспруденция. Серьезные пацаны нас окружают. Английский знает, 35 процентов это интермидиэт. Пацаны хорошо знают английский. Понимаешь, на Украине, видимо, чтобы найти IT-работу, все-таки нужно знать английский. Ну, да, да. Иначе на хэты никому там не будешь нужен. Потому что кроме интермидиэт, есть еще upper intermediate и тоже большой процент. Про личную жизнь немного поговорим. Семейный статус 40 процентов, большинство в браке. 30 процентов одиноки. 20 процентов в отношениях. 10 процентов гражданский брак. Мне интересно, насколько русские есть. Насколько вообще вот это семейный статус можно... Ну, мне почему-то кажется, оно примерно одинаково просто среди нашего, так сказать, поколения. Ты между среди этого возраста, который занимается... Да, не обязательно в IT даже. Кто на стройках работает, я думаю, примерно схожая ситуация. Они все одиноки. Одинокие старостроители. Да. Одинокие, беспалые, без... Или у них гражданский брак. Тоже может быть. Я просто хотел вернуться. Английский знаете? И самый нижний у них это elementary и ниже. То есть сериал elementary это прям вот это дно. Но, кстати, там очень сложный английский в elementary. В том-то и дело. Во-первых, потому что он говорит с английским акцентом в elementary. Да. А во-вторых, он там называет препараты. Да там просто как бы... Метеополик. Ну, препараты, как бог бы с ним. Те, кто хаоса смотрели, уже все их выучили. Я имею в виду доктора хаоса. А там есть криминалистические всякие там. Знаешь, nutmeg concoction. А это как раз смесь из мускатного ореха для растворения трупов. А реально, да? То есть сейчас ты реально... Nutmeg это мускатный орех, а concoction это смесь. Но как бы вот там он имеет в виду именно вот ту самую смесь, которая там растворяет и дерьмо. Вот elementary или ниже. Да. Дети есть? Дети есть? 76% нет. То есть люди живут вдвоем, в браке уже большинство. У них просто катулька, это смешно. И у них катулька. У них катулька, 76%. Кстати говоря, 1%, 3 больше понаражали. Молодцы. Нет, это можно только восхищаться. Ваши жилищные условия. 48, большинство семейное жилье. Съемное. Семейное, да. Съемное жилье. 35, своя квартира, дом. А 17, живу с родителями. Почему здесь сериал Воронин не был нарисован? Они как бы хоть и не с родителями живут, но на одной площадке. Да, но здесь сериал с Гриффина. Да. Точнее, как он правильно называется? Family Guy. Family Guy. А планируете покупать свое? И 68, конечно же, планирую. Возможно, из них, из 68, 100% планируют его не на Украине покупать. О! А, кстати, мы дальше посмотрим, где. Большие зарплаты. Мы дальше посмотрим, где. Потому что на чем передвигаетесь? 47% общественный транспорт. Надо заметить, что на великах ездят 6%. В отличие от шведских мэров и министров. Там 100% мэров ездят на велик. Да. Сколько времени тратите, чтобы добраться до работы? Не знаю, интересно это вам или нет, но 20-40 минут – это большинство. То есть люди едут по практически целую урок один. Академический час. Академический час. Мы с тобой как преподаватели понимаем цену-то академическому часу. Вот пруд. Пруди. Лично, лично. Кстати, смотри, это на руке на часах типа у него. Ну да. Я только как бы сейчас отлетел от этого и увидел, что тут рука. Где же они хотят опять же покупать жилье? Что думаете об эмиграции? И большинство людей… Здесь Порусенок Петр везде нарисован. Большинство людей думают об этом, но пока ничего не делают. Он сидит и думает о тракторе. Это круто. На втором месте пока таких планов нет. Он просто летит. Он, видимо, витает в облаках. Что интересно, даже есть 1%, которые уже уезжали и им не понравились, они вернулись обратно в Украину, на Украину. Да. Идем дальше. Держите домашних животных. И большинство нет. Мне норм. Тараканы, паучки, 2%. Мать вашу, какого хрена? Возможно, уже тараканы вас держат, как домашних животных, потому что иначе зачем? Свободное время, кстати говоря, большинство из людей, опрошенных, проводят на прогулках. Кто-то в книге… Слушай, книги читают. Блин, я бы хотел посмотреть на этих людей, 48% книги читают. 37% компьютера на игре. Yes. Я не уверен, что из этого больше все-таки, но тем не менее. 60% прогулки, это максимально. Это да. Просто потому, что ни на что больше денег-то и нет. Занимаетесь спортом 45% периодически, 30% регулярно, 25% не занимаясь. И жирная, тварь, кот просто лежит. И с капкейком причем. С капкейком. Сколько часов в сутки вы спите? 66% совы все-таки, люди бодрствуют по ночам и тусят и работают ночами, что мы вам крайне не рекомендуем. Это прям полное дерьмо. В 2 часа ночи должен быть самый четкий сон. Ну да, то есть когда я с подкаста как раз приезжаю. Вот да. Кофе или чай? Большинство за кофе. Твердая половина. Что мы, опять же, не рекомендуем. Да. И мы тому подтверждение живое. Будете такие же, как мы, да. Вредные привычки. Смотри-ка, как вредную привычку большинство проголосовало за то, что они крепко выражаются. А, кстати говоря, курят меньшинство. 28% Хочется ответить на это пиздет. Согласен. Трудоголизм 40%. Саня, это плохая привычка. Ну там, понимаешь, лопата нарисован. Лопата закопка. Они закапывают сами себя вот в эту пучину трудоголизма. Да, и такой последний. Причем речь об Украине. О трудоголизме. А, а, а. Слушай, ну тогда здесь должна быть речь про сало, но здесь есть про сыр последнее. Да? Ну-ка. И если, я не знаю, я не совсем хорошо разбираюсь в сортах сыра. Скорее, надо сказать, вообще не разбираюсь. Ты мне скажешь вообще, насколько это круто. 52% большинство любят твердые и полутвердые сорта сыра. Такие, как пармезан, гранопадано и гауда. Я думаю, что в Украине не запрещены такие сыры. У нас, скорее всего, грана по данной уже не найти. Есть места. Даже в Челябинске все это находится. Причем, я тебе больше скажу, в Челябинске легче, чем в Калининграде. Калининград приграничная зона, и там сильно это все контролирует. Буферная. Там просто на этом бизнес делают люди, которые могут ввести, я так понимаю, да? Да, и они прямо его сильно сделают, если... Там делают бизнес те люди, которые возят типа для личного, так сказать, пользования, на самом деле, на реализацию. Которые вот плащ открывают, у них сыры. Да, багажник в данном случае. Точки сдавать не буду. Куйбышева. Скорее всего. Понимаешь, скорее всего, если ты вдруг начнешь таких чуваков прижимать, у них там, наверное, мафия, они сильнее, чем мэры Калининграда. Возможно. Которые там тоже на велосипеде, возможно, ездят до дома советов по набережной. И тоже кушают грана по данной. Ну, тебе вот какой больше всего нравится сыр? Мягкий сыр из плесени. То есть камамбер, бри, горганзола. В данном случае я больше дорблю люблю. Это с голубой плесенью, он прям вкусный. Но из вот камамбера и бри, камамбер больше, чем бри. Слушай, как вообще можно не любить сыр? Вот здесь 23% это не такой маленький процент. Возможно, это люди, которые пердят с него. Просто, ну, у них непереносимость лактозы. Я даже пердя с него, все равно, мне вот, ну, сыр, ну, это... А если ты в каворкинге будешь сидеть в данный момент? Да блин, ну, сыр, да. Да и ладно, можно же себе отдавать волю. В общем, короче говоря, вот такой вот портрет IT-специалиста вы получили. Возможно, он как-то не сходится с портретом IT-специалиста 2017 года России. И тут, как бы, ну, мы посмотрели вот такой портрет. К сожалению, за участие благодарили студию Poppel Agency. Вот, авторы инфографики. И это я бы как бы вот осёкся немножечко. Ладно, Евгену спасибо за такую новость классную. Мы должны вернуться и посмотреть, как у него форум залагало. А, да, залагало форум. Он у нас много там оставлял всего. Комментарии не публиковались вообще жирным. Сурово тут у вас. Накажите там злых роботов по заслугам. Короче, всё в спам попало. Я по прикольчику всё это одобрил. И тут, в принципе, на скриншоте нам Евген сам показал, что он немножечко мутировал. То есть он на самом деле выкладывал это всё с разными. Так этим... Да-да-да, я видел. Обида. Потом у него боль из Челябинска. Опустошение. Потом по традиции темка у него началась. Потом после этого ему обидно с тремя восклицательными знаками. Некислым юморком у него там всё вот это. Спамить, завязывая, ему пишут обида дополнительная. То есть, в принципе, данное сообщение написано с седьмой попытки. Без ссылок, а мы здесь майлов, лишних тегов, ссылок на тему. Окей, окей. В общем, спасибо, Евген, что пытался пробить наши спам-фильтры. Я понятия не имею, какое именно слово вообще попадало под спам-фильтры. Возможно, Евген. Да, скорее. Или аватарка твоя, на которой тоже какое-то имя... А, Adobe у него. Adobe. Возможно, .ua. Ладно, не об этом сейчас. Давай перейдём к следующей новости. Обязательно. Понимаешь, чиновники планируют снижать скорость доступа к сайтам неугодных компаний. Шок-сенсация. Ты подожди, нам это предложили? Нет. Это ты сам. Это я предложил. Это там, где ты не атрофировался ещё. Да. Понимаешь, в чём дело? Вот это подсудное дело, я считаю. Именно подсудное. Точнее, это странное дело. Есть компании, которые всё ещё не прогнулись под нас. Не прогнулись под Роскомнадзор. Не прогнулись под все контролирующие органы. Такие компании... Я имею в виду IT-компании. Которые доставляют нам контент в Россию изи. Типа Гугла. И у них, понимаешь, их нельзя просто так закрыть. Вот, ну нельзя. Ну как ты можешь Гугл взять нахрен, заблокировать Роскомнадзор? Ну, понимаешь... Можно. Но это дурь. То есть в Китае же его блокируют как бы... Это тупо, и из-за этого на митинги придут больше людей. Ну, возможно. Скорее всего. Да. Вот. Это немножко огорчает пацанов из Роскомнадзора. Они не могут так просто блокировать. Но вот, оказывается, чиновники придумали новую тему. И эта новая тема может дать ход ей. То есть она реально может существовать и приняться как закон. Хотя мы дальше посмотрим. Как-то это странно, конечно, но тем не менее. Например, взять и вот просто вот из головы взять. И чтобы на Гугл дольше было доступаться, чем, например, на Яндекс. Потому что Яндекс работает по всем правилам Роскомнадзора и учитывает. И сервера в России все есть. Вот. А Гугл не Гугл нет. Они там судятся с ними постоянно. И даже выигрывают суды. И Гугл даже что-то выплачивает должно. Или что-то там делать, но ничего не делает. Вообще-то постоянно эти гомотина. Давайте просто будем медленно доступаться до него. И все люди перестанут на него ходить. Потому что им будет некомфортно элементарно. А морально. Морально. И такие, понимаешь, крупные компании, которые не соблюдают. Может быть, какие-то Amazon, например. Может быть, еще какие-то. Будем долго до них доступаться. Представляешь, на Twitch будет долго все это лететь. А уже. Уже, скорее всего. Да. Действуют санкции. Чиновники-то придумали. А пацаны, которые более приближены к реальности, они говорят, что, ну, это, во-первых, сложно сделать технически. Вот да. И как бы инициативы, может быть, с точки зрения административного управления и нормальные. Но только реализация прям будет крайне сложна, я думаю. И знаешь, еще самое главное? Нет. Это немножко неконгруентно, будем говорить. Это по отношению к провайдерам. То есть люди, пользователи, они будут видеть, что медленно работает интернет. Они не будут видеть, что там что-то заблокировано. Не будет сообщения. Это не юзабилити. Это не UX. Это вообще ничего. И люди будут писать в техподдержку провайдеров. Будут звонить, бить в колокола. Почему мы там плохо там. Да просто у меня Google не открывается, простите. Пять минут открывается Google. Это вы там нам почините сеть. Как будут провайдеры на это реагировать? Непонятно. Поэтому здесь еще... Может быть, все-таки провайдер, так сказать, уведомление-то какое-нибудь навяжет. Вот оно, да. Получается, сами провайдеры будут уже обязаны предупредить пользователя, чтобы взятки гладкие с него были. Написать, а вот этот сайт открывается у нас медленно, потому что по закону Роскомнадзора... Ну, это просто... Вот это уже сделать не очень сложно, потому что, например, Beeline, когда ты с мобильного интернета куда-нибудь двигаешься, он свои оверлей предлагал раньше. По-моему, их за это вздрючили немножечко. Я не помню, не до лета, чем полгода назад. Но до этого всплывала всякая хрень сбоку. Прям именно Beeline Bar, как Яндекс.Бар. И это дико бесило. Но это значит, что, в принципе, можно подсовывать всякое еда. Просто знаешь, что я хотел сказать? Нет. Короткая новость-вспышка. Это, кстати, новость. У меня дядя, он, короче, некоторые свои рассказы армейские выкладывал на Proza.ru. А, помню. Представляешь, что Proza.ru почему-то нашим местным челябинским провайдерам интерсвязь заблокирована. Доступ ограничен. Что там делали? Видимо, какие-то запрещенные... Мало ли, про суицид какой-нибудь запрещенный в Российской Федерации. Понимаешь, в чем дело? С Beeline открывается Изи. Странно, странно. Ну ладно. Возможно, только челябинские пацаны не могут ходить на Proza.ru. Не, ну у интерсвязи магистральный доступ через Ростелекома. Возможно, все-таки Ростелеком заблокировал. А у Beeline у них своя магистраль. Вемпелкомовская. Поэтому... Либо до них еще не доскейлилось. Либо именно про начальника Роскомнадзора что-нибудь написали плохое на Proza.ru. Может быть. Еще одна тема. Такая практически... Я буду считать, что последняя тема вот в светских новостях, это как бы сам поезд, а это все вагончик. То есть это первый вагончик перед поездом. В нем лучше всего сидеть, наверное. Не знаю точно. Почему? У меня же тоже одна новость в светских новостях. Ну вот это твоя. Твоя будет, это прям поездок, а мои это вагончики. Моя это именно то, что тянет весь состав. Ну там, конечно, да. Так вот, в России предлагается отменить уголовное наказание за пиратство без цели сбыта. Это вот практически такая быстрая новость, оказывается, бесит некоторых людей, которые шарят вообще в юриспруденции и вообще во всем, что творится. Например, омбудсмен Анатолий Семенов, у нас здесь представлен на фотографии, в отливающем сером костюме, прекрасно замечательном, абсолютно безвкусном. Я вот считаю, что... Зато значочек у него есть на Российской Федерации. Да, те, кто любят вот такие костюмы, они абсолютно не понимают вообще ничего. Ну или они засахарились в моде, там, 15-летней давности, и так в ней и остаются. Но Анатолию Семенову это простительно, потому что он зато шарит в законах. Он, возможно, скажет мне, что я в законах, зато ничего не понимаю. Ты в отливающих законах сидишь. Да. Короче, есть такая проблема, что за пиратство, за пиратство, некоторые конкурирующие компании... Вот, допустим, мы с тобой конкурируем. И у меня есть свои... Могу представить. У меня есть свои юристы, и у тебя свои. Вот с этим уже сложнее, так? И ты такой говоришь, знаешь, слушай, там у Никитоса надо что-то сделать, он меня бесит на рынке, прям вот... Давай, знаешь, что сделаем? Короче, посмотрим, что он там в фотошоп ворует, нет? Пиратит, нет? Если пиратит, мы его все, по полной закроем, засудим, и все. Короче, а понимаешь, а я всего лишь пользуюсь, я не распространяю. Я как бы фотошоп спиратил, и нормасик сижу, рисую. Вот. И господин омбудсмен, Анатолий Семенов, он предлагает, чтобы вот это... Главное, чтобы не обмудсмен. Да. Брать за это уголовное наказание, именно, чтобы меня не посадили. А знаешь, почему у меня фотошоп нелегальный? Знаешь почему? Ты ошибся. У меня программнее. Я ничего не ошибся. Я сижу, вообще я в основном живу в Италии, но мой программист, который... Он наустанавливал везде фотошопа. И, знаешь, я его не просил об этом. Я ему не говорил, что это... А он наустанавливал. И в первую очередь уголовное наказание должно переходить на его плечи, ложиться. Потому что господин омбудсмен Анатолий Семенов, абсолютно безвкусный по костюмам и по галстукам, он говорит, что, понимаешь, убийца... Допустим, если в офисе у тебя кого-то хлопнули, не будешь же сразу сажать директора? О, так это директор сделал! Нет, будут расследовать, кто же хлопнул кого-то. Понимаешь? Как Коломбо придет, он ни выстрела ни одного не сделает. Да. Короче говоря, так же и с фотошопом. Надо сажать того, кто установил. Хотя, конечно, если он установил по приказу директора, здесь уже будут разбирательства. И, скорее всего, сисадмин сопрет все на директора. А если сисадмин бесплатно установил? Он тоже не сбывал. Он всего лишь бесплатно установил. Ну вот, короче, да, здесь все-таки... Знаешь, чтобы... Опять же, мы с тобой конкурируем. Чтобы меня не посадили сразу, когда ты своих юристов на меня натравишь. Короче, он предлагает, надо разобраться. Разбираться, думать. И там же уголовное, неуголовное, деньги брать. Вот эту тему я нашел, но я пожалел об этом. Абсолютно дебильная какая-то... Дебильная тема. Дебильная тема, как сам Анатолий Семенов. Абусмен. Ладно. Давай перейдем все-таки к заключительной, финальной новости из светских новостей. Роем ру молния. Собачка вот эта бегущая. Сегодня особо тяжко идет, но давай. Я просто, мы, если честно... Если честно, я себя чувствую, как будто мы в болоте ногами так передвигаем. Возможно, в зыбучих песках даже. В зыбучих. Я возьму пососать конфетку, давай. Так. Так вот. Веб съедает десктопные приложения заживо. Никто этого и не заметил. Она и не проснулась. На роем ру новость. Она прям вот вспышка. Сервисы, созданные на основе электрон. Кто не знал, для вновь присоединившихся, я скажу, что фреймворк это для создания десктопных приложений на платформе JavaScript. Это электрон. Такие, как сервис почты Nylas, Messenger Slack, Slack, простите. И другие. Постепенно вытесняют традиционные десктопные приложения. Да ладно. Согласен. Вот, действительно, вот согласен и все. Как бы, да, действительно вытесняет. Во-первых, потому что проще разработка. Во-вторых, потому что мультиплатформенность. А в-третьих, потому что, не знаю. Но как же быть с людьми, которые сильно доверяют десктопным приложениям? Так понимаешь, здесь ты не в том смысле, что ты в веб уходишь. А в том смысле, что даже десктопный Slack, это по сути хромиум внутри. Да. Вот в этом, как быть, да и хрен на них, да, казалось бы. Правда, оно лагает все, как настоящий хром. Я не скажу, не скажу. Некоторые, например, программы типа Evernote лучше работают в вебе, чем экзешник. Субтитры делал DimaTorzok Что-ли, тут есть еще, что мне сказать? Давай, давай. Пока еще рано утверждать что-либо. Но электрон заживо пожирает десктоп. Как бы утверждать рано, но утверждения прям такие жесткие. Ну, босрец. Его говорят не остановить. Разработчики, которые думают создавать нативное приложение, должны спросить себя. Может мне стоит выучить HTML и использовать электрон, чтобы продукт работал на всех платформах? Вместо того, чтобы учить три, так сказать, нативных языка, под три платформы писать и так далее. Ну, то есть, ты говоришь как бы так, но это не слышать никто, потому что микрофон находится в метре от тебя. Причем, я это сейчас с такой интонацией говорю. Ты говоришь так, но какой в этом смысл, если там ты уйдешь и никогда не узнаешь, что так. Сказал ему так. Сказал ему так. Ладно, ладно, давай. Ответ очевидно да. Настоящие нативные приложения, вымирающий вид, пишет Вильям. Я не могу это слышать. Быстрый поиск, между прочим, здесь хэштеги. Как бы вот не JavaScript, а Java. Ни с хрена. Насколько люди с Roem.ru вообще не шарят в том, что они тут написали. А это еще редактор. EditorSobakoRoem.ru. В общем, вот с char.gd, откуда-то, вот кто это, что, просто. Я понимаю, что тема нам близка, как бы. Ну вот да. Atom, между прочим, здесь они тоже нам показывают. И Visual Studio Code, что тоже внутри там них, это HTML. Я такой, все как белый шум. Знаешь, короче. Так. В этом. На стадионе Riot Games, который они там построили, охрененный для киберспорта в Москве. Там, короче, специально чувакам в наушники пускают белый шум. Чтобы они не слышали просто никакого говна. Не как сток одному музыку громкую включают. А именно белый шум. Белый шум. Чтобы тебя это не отвлекало, ты пока играешь. И чтобы ты не слышал, что другая команда ойдет. Налево бей, там вот, там этого. А они-то орут без наушников, что ли? Ахрен его знает. А, нет. Они орут без наушников. Короче, все, пошел. Давай, пойдем. Как я ты легко качнул-то за это. Ну, в смысле? Им идет в наушники. Они только свое слышат. Да, на чужую. Ну, что за бред? Как оно распределяет-то? Ну, оно громче, чем белый шум. Ага, ну, пацаны, нет. Ну, как бы тут дальше у нас будет темка про Wi-Fi. И там написано, что нельзя заглушать другое. Потому что все равно то будет тоже громче. И тупняк. Ну, ладно. Давай в разработчик. uwebdesign.ru slash smartape, во-первых. Наш хостинг. Если вы хотите хостить ваше веб-приложение, пусть даже написанное на электроне, то лучшего хостинга, чем smartape, вам, собственно, и не найти. Если вы не хотите деградировать до нашего уровня, используйте smartape. uwebdesign.ru slash smartape. Да. Тем самым вы поможете нашему проекту и приподниметесь над повседневностью. Ага. Итак, тема про Wi-Fi. Кстати, Нерон Инсомниус нам ее предложил. Я тебя солгал, сказав, что ни одной его темки не будет в этот раз. Будет. Слава богу. Так. 802.11. Чего-то там еще? Или почему Wi-Fi это отстой? И что с этим делать? Угу. Нагектаемся новость. Хорошая новость в том, что если правильно его построить, он уже не будет таким отстойным. Это сразу нам дисклеймер. Правда, как правильно его построить, нам так и не скажут. В общем, как мы знаем, стандарт беспроводной связи 802.11 развивался достаточно долго. То есть стандарт B вышел в конце 90-х еще. И казалось бы, на бумаге было прям круто 11 мегабит в секунду. И на тот момент еще half-duplex был, только 10 мегабит в секунду по витухе. Казалось бы, соизмеримое дерьмо. Но на самом деле нет. Потому что... Ну-ка, почему? Пожалуйста. 11 мегабит в секунду — это максимальный физический уровень чистого битрейта. То есть как бы это то, что с точки зрения физики возможно. В вакууме, естественно. И так далее. Скорость, с которой реальные данные смогут передаваться между компьютерами, значительно низка. Во-первых, как бы на практике Wi-Fi был не особенно лучше Dial-Up. Как по скорости, так и по надежности. В лучшем случае можно было ожидать скорость 1 мегабит в секунду. Это общая. Это около 125 килобайт в секунду. В принципе, на модемном соединении я с 20 килобайтами в секунду жил, и нормально мне было. Поэтому 125 — это еще шикардос. Но надо сказать, что модемное соединение — это ужас. Ужас, ужас, я бы даже сказал. Но видишь, в чем дело? Дело в том, что 125 килобайт надо было еще поделить между всеми Wi-Fi клиентами. И как бы вот если 10 пытается достучаться до сервера компьютеров, но 10 на Wi-Fi — это даже я и сейчас... Особенно в те годы, но это... Но тем не менее. Мы получаем 12,5 килобайт для каждого из них. Видимо, хотели до Dial-Up дотянуть как бы. Потому что вот примерно столько и было на модеме. Здесь есть роутер D-Link D514. Бишный как раз стандарт. Ну, видал я такие еще вот эти вот серо-серые, так сказать, темно-серо-светло-серые. Видимо, да, для своего времени было круто, но да. Кроме этого, появился стандарт G. Он обещал 54 мегабита в секунду. В половину медленнее, чем Fast Ethernet, который 100 мегабит в секунду. Но в 5 раз быстрее, чем обычный Ethernet. Да? Нет. Потому что, опять же, ну как бы все формулы опустим. Одну десятую можно было ждать, а порядка 5 мегабит в секунду. Опять же, между всеми компьютерами, если мы делим, то вот все грустно становится. Хотя уже лучше. В 2010-м был представлен N-стандарт, обещавший 600 мегабит в секунду в теории. Офигеть! Ладно, то есть он не такой быстрый, как гигабитный Ethernet, стоимость которого как раз в то время упала до приемлемого уровня. Но это ведь все равно 6 раз быстрее, чем Fast Ethernet. Ну и опять же, все не так. При хорошей погоде одна десятая, и то только для одного устройства. В общем, все мы знаем, что N-стандарт, который на данный момент, я думаю, у большинства в квартирах находится. Ну, не топовый. Топовый сейчас AC, DC. Но в квартирах у большинства N. Ну вот, например, я могу попробовать продемонстрировать сейчас свой. Ну, имеется в виду топовый по количеству использований. Да, вот у меня режим N и скорость 145 мегабит в секунду. Угу. Очевидно, что в пике 145 хрен до достигнешь, опять же. Ну, подожди. А главное-то какая мысль? Что Wi-Fi говно. И что маркетологи нам лгут. Но он как бы говно в плане того, что он нам дает разочарование. Он не выжимает то, чем... Вообще, да. И даже когда AC форматы появились, были там сначала 1,3 гигабита в секунду, потом 2,7, нынче 5,3 гигабита в секунду заявляют типа поддержку. Это надо маркетологов за яйца подвесить. Согласен. Но дело просто в том, что даже теперь Wi-Fi с 5,3 гигабита в секунду по скорости к проводному интернету как-то вот еле подбирается. Особенно с учетом того, что сейчас гигабитка вот просто. Вот ничего в этом нет такого сверхъестественного. У меня на работе все в гигабитке. Не, ну давай так. Ну? А что ты хочешь на такой скорости качать? А зачем тебе скорость шнура? Не того, который Сергей, а просто шнура? Провокационный вопрос. Нет. Дело же просто в том, что... Допустим, даже порно. Да при чем здесь порно? Представляешь, у тебя корпоративная сеть, опирающаяся на Wi-Fi. 15 ноутбуков. Одновременно просто файлообменником пользуется. У тебя роутер уже потеет. Базара нет. Не, это базара нет. А если дома... Здесь речь... Ну тут речь о корпоративном сегменте. Тогда да. О том, что Wi-Fi никогда не сможет заменить провода в корпоративном сегменте. Настолько он все-таки отстает. Ну и здесь написано, как бы... как выйти из этого порочного круга, да. Понимаешь, я бы, блин, посмотря, насколько вот это сисадмины бедные упарываются с этими проводами. Даже с проводами. Отказа устойчивость Wi-Fi настолько меньше, чем провода, что строить на них инфраструктуру, но проще себе мошонку бумагой порезать и в соль окунуть ее после... в соленую воду. Вот это даже будет вытерпеть проще, чем бегать и траблшутить Wi-Fi. Согласен. Что у тебя там в кружечке? Ты так держишь, как будто там прям яд. Нет, там вода. А, ты уже туда воды налил. Я же тебе налил тоже. Вау. Там смесь, конечно, с кофеозой, но тем не менее. Так это и хорошо. Так вот. Кроме этого, здесь, естественно, опять же написано, что даже там, неважно, 600 мегабит в секунду, которые можно из AC выжать, фактически, даже чтобы их добиться, надо топовые там макбуки, у которых по 4 приемника одновременных. То есть, ну, это прям вот все настолько теоретически, что да. Дальше продолжаем введение. Начиная со стандарта N появилось 5-гигигагерцовые сигналы, которые на другой частоте работают, и у них немножечко хуже, так сказать, дальность, но это и плюс. Потому как здесь много теории. Чем больше находится разных Wi-Fi на квадратный метр, а как вы можете видеть по вот тому, сколько у меня тут в квартире ловят, это досвидос просто. А так, я думаю, у большинства людей, которые... Согласен. Возможно, у некоторых даже и больше, собственно, ну да. Которые в городах живут, по крайней мере. Не как мы. Это у нас просто рядом с сельской станцией РЖД. Так вот, нужно снижать интенсивность своего передатчика, чтобы он не налагался со всеми соседями, и тогда более или менее будет лучше. Я, кстати, до этого дошел, я не скажу сам, с помощью каких-то статей еще года 4 назад, что можно уменьшить интенсивность, тогда будет меньше шумов и наложений от соседей, и вот в своем маленьком мерке у тебя будет хорошо ловить. До того, что надо использовать 5-гигагерцовый диапазон, я тоже дошел 3 года назад, когда Linksys свой первый купил, пока последний. Так вот, 5-гигагерцовых нет ни у каких соседей, пока, к счастью. Может быть, час уже, собственно, есть, я вот тут в этой квартире еще не смотрел. Возможно, понимаешь, у госструктур, там, знаешь, мимо тебя ФБРовцы будут проезжать, у них такая же. Ну, видишь, в чем суть 5-гигагерц, он менее далеко бьет. То есть, он как точечный источник света, им надо прям по моей квартире проезжать, чтобы мне зафонить все это дерьмо и переналожить. Поэтому, ну и здесь опять, он сильно хренососит маркетологов, что вот эти роутеры Франкенштейны с 8-ю антеннами, они вообще ничего лучше не делают, на самом деле. То есть, это все фарс. То есть, сколько ты туда не понавешай дерьма, да? Просто даже вот тот факт, что есть 8 антенн, это вот сделано для того, чтобы устройство твое, типа там, нового макбука все 8 сигналов принимал, 8 потоков. Роутер не может сделать так, что 2 антеннки 1 поток отдают, 2 еще 1 и т-т-т. Нет, они все отдают 1 поток. Ну ясно. Просто четверной, так сказать. И только хорошие макбуки могут его четверной принять, а все остальные также принимают как будто с 1 антенны практически хреначно. Ну это маркетинг чистой воды. То есть да, это все конечно будет круто, когда все приемники будут топовые, но нет. Здесь опять же сказано, что идеальных результатов мы можем добиться только в идеальной комнате вот с этими пирамидками, которые из резины сделаны, вспенены, с примесями углерода и железа. Ну мы такие уже видели в роликах Apple, когда они там тоже тестировали всякое. Блин, а что мы где-то видели, что же тестировали-то, я забыл, что-то прикольное. Проверяли, чтобы у четвертого айфона не было вот этого антенна-гейт, вот что-то в ту эпоху. Давно это было, а они еще дальше даже не пошли. Представляешь жить в такой? Нормально встал и на хрен наступил? Да у меня и так встает нормально, как бы даже без вспененной резины. Да. Ну да, здесь сказано, что разные приемники по-разному работают. В общем, суть в том, что есть некий Wi-Fi-мэш-сети. Wi-Fi-мэш-сети это одноранговые сети, в которых все по топологии построена куча. Каждый со всеми соединен, и каждое устройство является еще и ретранслятором. Если их все убавить, то, грубо говоря, сеть у тебя как, ну вот мы можем проскролить до самой нижней картинки, у тебя одна сеть единая, но ключевые узлы совсем чуть-чуть фонят до соседнего, и каждый фонит до соседнего, так сказать, раздает Wi-Fi-ку, и в результате у тебя длинная такая сеть в рамках одной структуры. Это в 2016 бомбануло такая хреновина, нужно специальное ПО для этого, возможно, даже хардвар специальный, если вы хотите прям четкие мэш-сети делать. Но в результате у тебя не один гигантский роутер покрывает весь дом, а три ноутбука, которые пока работают, они друг другу передают интернет из рук в руки, как эстафету. Из-за этого все более стабильно и хорошо работает. Вот так автор статьи рекомендует реализовывать корпоративную беспроводную сеть с помощью мэш-сетей. А есть минусы сразу очевидные? Да, если Network Closet ноутбук, например, перестанет работать, то он не раздаст уже в Kitchen и в Janice Office ни хрена. То есть очевидно, что ключевые узлы надо все-таки не ноутбуками делать, а какими-то ретрансляторами? Это напоминает, знаешь, что, параллельное или последовательное подключение лампочек в гирлянде, последовательное, да. Когда часто делают нормально вроде как, как я понимаю, чтобы если одна погасла, сгорела, то дальше остальные не горели. То дальше все остальные горели, или хотя бы только один ряд зеленых выгорел. Ну нет, на самом деле в основном реализовано так, что прям вот один и все. Вот может быть в Мэше как-то так же сделать? Я понимаю, что я сейчас бред несу и как бы да, но хрен его знает. Ну по крайней мере вот до этой статьи я даже не знал про эти Мэш-сети и мне интересно. Ну это как бы хайп последнего года и если это там хайп за бугром, то до нас это дойдет через вообще миллиард лет. Не то, что до Украины. У них возможно уже используются высокие зарплаты. Ладно, окей. Идем дальше. Идем дальше, господа. Вторая тема из разработки. И, кстати говоря, здесь уже про веб. Ближе к вебу. Хотя, казалось бы, куда ближе к вебу, чем Wi-Fi. Чем Uweb Design. Zurb.ru slash smarttape. Zurb blog. Zurb, нам говорят, создатели мега-фреймворка Foundation. Не знаю, на сколько вообще процентов у нас знают пользователи о Foundation. Я хочу, чтобы, как обычно, в комментариях написали, кто знает, вообще хотя бы поставьте пальцы вверх. Не то, что написали, а просто поставьте пальцы вверх, если вы знаете про Zurb и про их Foundation. Это отличный фреймворк. Мы про них просто с тобой неоднократно говорили, поэтому, я думаю, нашими усилиями этих людей больше, чем было бы, если бы мы об этом не говорили. Ну, я надеюсь, что... Такое сложно сочиненное и подчиненное предложение я тебе сказал. Чем же порадует нас вот заново Zurb.ru Они говорят, что они инновационны как никогда. И они напоминают нам, что, в принципе, они были первые, кто... Сейчас я дойду до этого места, где они первые были. Ну, там Flexbox. Первые, которые, Mobile First нам предложили. Первые адаптивную сетку нам предложили. Так. Первые предложили семантическую верстку. Так. Первые предложили нам сборщика на SAS написано. Имеется в виду, это люди, которые предлагают нам веб-велосипеды и веб-костыли. Ну, хорошие такие гоночные велосипеды, тоненькие, из трубок состоящие, то есть прям на которых не стыдно и поехать даже. И теперь они первые нам предлагают CSS-гриды. Flexbox они как-то вот обошли. Непонятно, первые они нам его предложили или нет. То есть в Bootstrap'е четвертом Alpha тоже он был. Может быть и Flexbox первые предложили. Я здесь не являюсь историком фреймворков. Хотя, если не мы историки фреймворки, то я даже не знаю, кто. У меня другой вопрос. А что, раньше гридов не было? Ну, как бы были с костылями, опять же, флотами раньше гриды делали, чтобы ты понимал. А сейчас? Таблицами кто-то делал. А у них как сделано? Потом Flexbox. А теперь именно нативный стандарт CSS-грид появился. Прям свойство грид и так далее. А во всех ли браузерах работает? А там в конце будет об этом. Это очень хайповая тема, пока только в Firefox оно есть, вот в релизных версиях. В Chrome только в канарейке там и так далее. Ну, опять же, мы посмотрим это сейчас. Давай, так. Но Foundation уже это сделали. Это гениально. И кроме того, что они это сделали, они Polyfill нам предлагают, чтобы сразу везде работало. Но об этом поговорим еще. Что такое CSS-гриды? Это двух пространственное, в двух пространствах in two-dimensional. По горизонтали и по вертикали, короче, можно, да, спокойно располагать это везде. Еще более гибко, чем Flexbox. Flexbox нам предлагал только в одном, в одной плоскости это делать. Просто мы могли выбирать по горизонтали или по вертикали. А здесь можно прямо по двум плоскостям располагать все, все ячейки, как ячеистые структуры. Меньше дивов лишних использовать, более семантическую разметку. Я, конечно, считаю, что технология CSS-грид достойна отдельного ролика, возможно, даже серии роликов на канале youwebdesign.ru slash donate, если вы хотите ускорить все это дело. Я обещаю, что это реально ускорит это дело. С полугодовой подготовки до пятимесячной, например, я считаю, это drastically improvement. Неважно. Теперь мы с помощью медиазапросов можем менять гридовские вот эти вот все варианты. Гридовские это семья гридовские. Семья гридовских может тоже менять теперь сетки свои москитные. Так вот, то есть вдруг у нас на больших экранах один лояут, а на телефонах все друг под друга ушло, и теперь не нужно прямо делать, что на телефонах у нас flexbox, а на десктопах float. Всего лишь меняем, что теперь у нас грид-колоночки не две, а одна. Все. Схлопнулось. Я, кстати, там видел на гифочках, там изображено, изображено. Да, да, здесь есть просто классические сесгриды examples у фаундейшена, и, по-моему, они уже работают в сафарях, ну, то есть я просто вижу, что работают. Я сужаю броузер, и оно из просто таблички 3 на 3 переходит в табличку из табличек. Вот так, что ли, это назвать. Хейва знает, как сказать. Слушатели просто представьте, а зрители вы просто это видите перед своими глазами. Дальше container queries нам предлагает Zerb. Это улучшение media queries. Media queries, они нам от viewport, что если viewport уменьшился, а тут, если контейнер вдруг уменьшился, косвенно он тоже влияет на viewport, но тем не менее, здесь сделано так, что если вот сам контейнер там меньше 500 пикселей стал, то схлопнуть внутри него, а стал он меньше 500 пикселей в результате того, что на него сайдбар поддавил, или вы уже опять на телефоне, или еще как-то, тут вариантов масса. И это сделано для большей гибкости, если этот контейнер оказался хоть в футере, хоть в сайдбаре, хоть внутри контента, он будет себя вести в зависимости от того, какие контейнеры queries мы в него положили. Естественно, это ни хрена не работает, это polyfill, джаваскриптовый, но как бы а че нет-то? Очень удобно, очень классно, уже давно обсуждается в вебе, foundation это внедрили в свой фреймворк прямо вот уже сейчас. Foundation grids within grids, гриды гридов здесь сделаны, причем прям с drag-and-dropом, ну drag-and-drop, я так понимаю, это нам для наглядности реализовали на джаваскрипте, демка тоже уже работает, между прочим, здесь вот drag me, drag this component from grid section to grid section, если мы перетаскиваем с хедера в сайдбар, хоп, абсолютно другой уже вид отображения, в контентную область тоже другой вид отображения, это что-то гений, прям вот я Zerb, мне почему-то кажется, что они канадцы, я хочу посмотреть, откуда они. У них, тем не менее, кто не знает, все еще, логотип, так скажем, точнее их маскот, это вот Yeti. Брайан, Жмелевский, Жмежевский, вот такой у них главный чувак. То есть они европейцы, может они норвеги, кстати? Так какой ты, они еврейи. Ага, да? Ну, мне так почему-то. Знаешь, что еще хочется отметить? Я не могу найти, где они находятся. Мне хочется тебе задать вопрос, как эксперту, хотя бы вот в этом, в этой статье, если, допустим, во всех браузерах подрубят, вот, они будут нормально хавать вот эти CSS grids, будет ли, вообще, нужен ли будет вот тот самый JavaScript кудрявый, который сейчас написан? Для container queries? Да. Ну, в смысле, для, так скажем, то есть, грубо говоря, если сейчас все, то есть сейчас это сделано JavaScript-ом, потому что пока еще не работает стандарт, не во всех браузерах. как только подрубят, можно будет от JavaScript-а отказаться? От JavaScript-а для самих гридов? Да. От JavaScript-а для container queries еще не скоро. Я не уверен, вообще, хотят ли это CSS-ный стандарт приложить, но от определенного JavaScript-а можно отказаться. Ну, просто, видишь, у нас контингент такой, что его бы только JavaScript-у рад и прислуживаться тоже. Ясно. Потому что, вот, как бы, никто не считает это предрассудительным. Chrome. Будет дефолт на 57-ой версии, нынче 56-ая. О! 57-е это бета, 58-е это канарейка. Safari. Включено по умолчанию с версии 10.1. Уже включено у меня. Это даже не девелопер-превью, это просто Safari. В Safari быстрее, чем в Chrome. Можешь себе это представить. Такое, кстати, не бывает, потому что Safari это обычно такая машина долгая. Я тебе больше скажу. В Internet Explorer еще с 10-го и Е. Еще даже до 11-го и до Edge уже было. Ну, это, кстати, вот что-то новое. Вот, представь себе. А Firefox с 53-го тоже еще нету его. Ну, у меня здесь Firefox девелопер на компьютере. Вообще, 52-й сейчас в релизной. Странно, видимо, они считают, что вот это не главное в браузерах современных. Главное, это так закэшировать все, чтобы к Facebook не шло. Базару нет. Как бы вот, я считаю, что лоббировать интересы компаний с соседней, это правильно. Но я, просто оправдывая Safari и Е, в данном случае Edge, я прям горд за них в этом отношении. и за Foundation, которые уже это включили. Нельзя не радоваться, надо снимать нахрен видосы. Мне просто, чтобы ты понимал, про CSS Grid я хотел снять еще год назад, когда про них только еще говорили, писали. А сейчас уже книжечка вышла от Эрика Майера. Слушай, смотри. От Урайли. Grid там, практически, Definitive Guide. Что, можно целую книжечку написать? Ну там, понимаешь, он же CSS Definitive Guide, он его выкладывает главами. Каждая глава это практически свойство. И вот там про CSS Grid 60-70 страниц, не больше. Но да, можно, отвечая на твой вопрос. Я просто, говоря слово кукбук, я подумал, что кукпук. И не ты один, я тоже. Предлагаю углубиться в темы слушателей наших. Давай, я только рад. Господа, сегодня много тем слушателей, и мы попробуем... Засучайте рукава. Засучайте. Антон Яценюк прокомментировал нам. Предложил новость, а мы просто хотим с ним поздороваться. Привет, Антон. Он пишет, привет, давно вам не писал ничего, как дела? Супер дела. Дела супер. А еще лучше они стали после того, как мы увидели твой комментарий. Угу. Значит, все у вас там еще более или менее нормально. Понимаешь, самое главное, что люди, которые нас слушали, по какой-то причине все еще нас слушают, или хотя бы пишут темы. Просто Антон Яценюк это один из первых людей, кто вообще нам темы начал предлагать. Возможно, даже еще мы не просили их предлагать, а он уже начал. Новатор. Поэтому таких людей мы помним, любим, знаем. Но твоя в этот раз тема, конечно, говно. Темы рассматривали. Ничего личного. Мы то ли ее уже рассматривали, я сейчас перейду, она у меня даже не посещенная, к моему стыду. Ну, да, в принципе, почему бы и нет. Как бы не читал, но... Да, мы с тобой что-то подобное разбирали, но вот это вот рвотный порошок заново все это смотреть, эти результаты стек-оверфлоу. Каждый год мы их с тобой смотрели, и ничего не улучшилось, по-моему, у нас в жизни от этого. Дальше Фронтендер прокомментировал нам. Привет, астронавты! Спасибо за прошлый подкаст. Все было, как всегда, весело, задорно и немного поучительно. Про Фрейдманский проект понравилось. Кстати, кто не слушал прошлый подкаст про Фрейдманский сайт, тот самый, посмотрите обязательно, не забудьте. Про Смэшн Мэгазин. Я приоткрою интригу для наших слушателей и зрителей. Да. Тот самый, который работает молниеносно сайт. Вот. Остальное, то, что он нам предлагает, во-первых, нам нужно ответить, что тоже тебе спасибо за то, что ты посмотрел, послушал. Предложил нам несколько тем про Мэшн Лернинг. Бесконечное количество тем, на самом деле. От Фронтендера к этому выпуску было тем нахрен 15. Да. И я так понимаю, мы не посмотрели или мы какую-то одну посмотрели? Не одну. Не одну. И не будем. Потому что задолбал этот Мэшн Лернинг уже хайповый. И-и-и. Все одно и то же говно про это говорите, что там вот надо, будет, будет надо, роботы нас заменят, Слава Абрамов, привет. Все Boston Dynamics, военные, туды-сюды. Короче говоря, поднадоело уже это хреновина. Не надо это нам предлагать. Я знаешь, что заметил? Только ультра какие-нибудь. Вот прям вот. Ультра. Знаешь, что заметил? Вот я со стороны человека, а я со стороны. Так. С какой стороны? Я с той стороны, что вот я не выбираю темки для подкаста, но я как бы смотрю, какие ты выбираешь. Ты просто вкидываешь часто и говоришь, вот это будет. Как хочешь, но вот это будет. Да, я лоббирую иногда. То есть, если вы хотите вдруг пролоббировать тему, мне как бы ящик сигар и бутылку коньяка, я изи вам сделаю там вашу, как обычно, хрень. Сайтмейкер. Как мы просили, как веб-палыч мне занес. Согласен. И понимаешь, в чем дело? Я вроде уже начинаю, так, немножко, вроде, чуть-чуть, но на один процентик я приблизился к тому, что я начинаю понимать, какие ты темы выбираешь. И я вижу, что ты выбираешь более такие, так скажем, специализированные, какие-то хипстерские темы, в отличие от того, чтобы вот рассматривать вылизанные темы. То есть, ты стараешься все-таки не попсу выбирать, а более какой-то андеграунд. Потому что think different. Да, и андеграунд, ну, который цепляет конкретно, не просто говно написали. Хотя бы нас. Понимаешь, в чем суть нашего подкаста? Чтобы мы свою энергетику отдали нашим подписчикам. А мы ее не можем отдать через призму машин лернинга. Это просто мы отдадим, я не знаю, что. мы дух испустим свой из всех дырок просто и все. Да, так вот, я к тому, что я сейчас, возможно, плохому учу вас, но вы можете смотреть, что Саня берет конкретно, и такое ему и предлагать. Вот такие вот темки с Free Code Camp, когда кто-нибудь что-нибудь мотивационно, прикольненько, вроде как бы и это, но это в общем вы понимаете, чувствуете, Саню? Просто мне иногда попадает шлиято под хвост. Я беру какой-нибудь functional JavaScript тему. Но это... Но это вот у меня дни определенные, лунная активность, мне хочется про JavaScript немножечко узнать. Хотя казалось бы, что там про него еще узнавать-то? Вот, поэтому чувствовать Саню это неблагодарное дело, пацаны. Просто machine learning и ИИ хотя бы не предлагайте, и уже нормально будет. Следующая новость, точнее комментарий от моего господина. Каждый раз ржу, если честно. Добрый день, он пишет. Я позволю себе зачитать, просто чтобы понимать, это круто. Спасибо за подкаст, сидел такой на работе и улыбка с лица не слазила. В скобочках очень хотелось орать, с каждой шутки еле сдерживался. Все, кто рядом сидели, думали, что у меня припадки. Короче, пацаны, вы вообще четкие свои пацаны. Иногда откладываю просмотр ваших подкастов на выходные, чтобы под пивасик душевненько посидеть и поорать. Ну, уже сразу наши благодарности моему господину. Респектуха. Да, представляешь, подпиваю. Спасибо за отличное настроение. Нейрофанка не хватает, но это в принципе не так страшно. А вот если бы убрали шутки, я бы вас тогда вообще, думаю, не смотрел бы. Хотя я не связан с Кодинком, смотрю вас с удовольствием. Вы крутаны, короче. Причем мой господин, он предлагает периодические темки. И они классные, кстати. Да, не будучи связанным с Кодингом, он чувствует Саню. Спасибо за то, что мы крутаны. Спасибо, что слушаешь, смотришь. Ты сам крутан, ты арун. Да, вот. Так что идем дальше. Читай предложение. У меня написано здесь в слэге. Такая мысля пришла. Тут опять фронтэнгер. Фронтэнгер. Такая мысля пришла. Уважаемые астронавцы, читай пожелания. Я, видишь, переиначил чуть-чуть. А что, если ввести в еженедельный подкаст небольшой конкурс, в скобочках «ы», как операция, скажем на лучшую предложенную статью или комментарий. Слушай, фронтэнгер, ты не выиграешь. Тихрена, я тебе гарантирую. Победитель и приз, бесплатный стикер. Как вам такое? Было бы весело. Слушай, ну гениально, чувак, предлагает. Я прям, да. Но стикер не дадим ему, да? Нет, ты что? Начнем с следующего раза. Вот он, вот он. Че, давай, нет, давай. И прям будем выбирать на подкасте, в прямом эфире. Или договоримся до этого, как твари, позорные. Кто занесет? В Эпалыч в этот раз бы ушел стикер, если бы они у нас были еще. Ладно, надо как-то прям, я, я, давай так. Запиши себе, слушай, в Треллов какой-нибудь. Я сейчас нам в Телеграм запишу, это канет сразу в лету. Да, да. Спасибо, фронтейнер, все-таки смотри, мы как бы вроде и не смотрим твои темы, а смотрим. Мы обсудим, мы обсудим полностью, так сказать, хэ, хэ, обсудим, как это реализовать. Мне кажется, может быть не каждую неделю, может быть вот именно если нам прям запало в душу, мы отблагодарим человека. Хотя можно и каждую неделю, что нам стикеров же, жалко, что ли? Жалко, конечно, но да. Розы, грыши, я вот такое напишу. Следующая тема, я бы ее поставил последней, но ты ее сделал не совсем последней. Ну давай. Я по хронологии. Хорошо. То есть как бы как предлагали, так я и читал. Санек прокомментировал. Привет, ребята, вы постоянно рассказываете, что были в Америке. Расскажите поподробнее про Америку. Как вы туда попали, что вы делали, что понравилось и что нет. Ну слушай, я могу волевым решением переместить ее сейчас в конец. Я тебе советую. Я тебе сразу советую. Давай, давай, хорошо. Перенеси ее. А мы пока откатимся. Откатимся. Вы знаете, бэкапы у нас есть. И следующая тема у меня записана, как не смогу работать по специальности. Да. Денис прокомментировал. Наш земляк, между прочим, спойлер. Привет, ребята. Думаю, очень интересный вопрос. Буду рад, если ответите на него во время эфира, или может быть здесь же мне и ответят. В чем суть? Я студент третьего курса. Учусь в Челябинске. Капсом. Капсом. Согласен, в Челябинске еще и учиться, это нонсенс. У нас в основном не учатся тут. У нас сразу. Уже умеют. Да. Совсем скоро выпуск. В связи с чем вопрос? А что делать после выпуска? Сразу пойти искать работу? Куда, как лучше это делать? Любые советы по этому поводу. Просто потому, что я задумался над этим, и мне реально страшно. Кажется, что я после учебы-то ничего не умею, не смогу работать по специальности. Скорочек нет, спасибо в МАК, не хочу. В общем, надеюсь, вопрос понятен. Заранее спасибо за ответ. Я думаю, нам не стоит углубляться в ответы пацанов. Я думаю, они и так прочитаны, Денисом. Я очень надеюсь, потому что, иначе, если он спросил и не хочет читать... Просто, судя по тому, как, например, Александр Алекс Тетц отвечает, или Т-А-С, или ТАСС. Он, кстати, очень практически отвечает. Он отвечает именно, там, например, порталом 74.ru, что доказывает, что, возможно, он тоже из Челябинска. Из Челябинска. Просто, если он не из Челябинска и так легко нашел вот наш, например, 74.ru ресурс, и понимает, что на нем много работы, да, то, короче, он какой-то сильно... Он везде выживет. Да, да, он прям мета-человек. Вот. Да, кстати говоря, это абсолютно классные советы, которые дает Александр, Алекс Тек, советую присмотреться. Совет Би-Би-Злоба тоже неплохой. От себя можно сказать, что страшно, оно всегда страшно. Но ты будь искренний, ты приди куда-нибудь, будь готов пожрать говно за дешевые деньги, но получить бесценный опыт, потому как опыт не бывает отрицательным, я тебе скажу, Денис. Это, кстати, мы когда-то говорили, уже, наверное, сто раз говорили, но, тем не менее, не устаем повторять. Такая не устаревает фраза. Денис вдруг не смотрел все наши 118 подкастов до этого. Есть такой шанс? Да, вряд ли. Нет, вряд ли. Согласен. Люди из Челябинска, на заборах у нас печатают уже наши подкасты, поэтому... И вообще, то есть, по сути, этот вот совет про то, что опыт не бывает отрицательным, он тебе и даст толчок, как первые толчки, подземные толчки, к тому, что ты просто не засышь, пойдешь, сделаешь, и, возможно, будешь работать даже поначалу, казалось бы, задоширать. Просто я, да, я тебе скажу, что все на самом деле нихрена не умеют после учебы. Нужно просто как с языковым блоком его один раз порвать, как я уже говорил, вытереться от крови и вперед дальше. Идем дальше. Wayback Machine все помнит, у меня записано. А Дмитрий, Дмитрий у нас сегодня возрождает рубрику WordPress, как бы я этого не хотел, точнее, как бы наши слушатели не упирались ногами и руками, как на той фотографии Навальной. Да, я тоже сейчас это вспомню. Дмитрий нам все-таки говорит, давайте WordPress, пацаны, большой комментарий, большой, я сейчас быстро скажу в паре слов. Дмитрий, он из тех людей, которых мы любим, он из тех людей, которые отправляют большие комментарии, я честно прочитал весь. Ты, Саня, я так понимаю, тоже весь прочитал. Да, да. Отличный комментарий, суперклассный. Дмитрий, он вгрызался WordPress, конкретно вгрызался в секцию плагинов WordPress. И мы неоднократно здесь вот говорим о том, что WordPress растет, развивается, апгрейдится, кастомайзер, хренайзер, CMS не стоит на месте, они что-то делают постоянно. Но вот их обещания, например, данное обещание по поводу категории вот этой плагинов, которые есть на сайте, оно как бы не до конца выполняется. Оно как бы вроде они что-то делают с этой секцией, вроде как-то что-то вот пытаются улучшить, например, он здесь перечислил, сделали крупнейшее и переместили звезды. Причем он это с сарказмом перечисляет, что как бы должно быть до хрена проделано, а вот тут не сделано ни хрена. И по факту он не удовлетворен абсолютно вообще удовлетворенностью этой вот хреновины в ЭП-плагинс. Дмитрий? Дмитрий, да, конкретно. Он говорит, что и вроде там и Мэтт Мулинвек что-то выступает, говорит. И что-то там происходит, но как-то ничего не двигается. Халяют, пацаны. Они, в отличие от Ким, которые редизайнили Инстаграм в самом начале нашего подкаста, они не понимают зачем они это делают. Они просто отрабатывают так сказать часы какие-то или что-то они пытаются изобразить деятельность. Отмывают часы, как мы это называли в Америке, в той же самой. Вот да, в отличие от того, чтобы реально решить проблемы, боль. Они-то сами походу не пользуют своего репозитория плагинов. При том, что правильно Дмитрий замечает, что плагины это одна из киллер-фич WordPress. Возможно, самая киллер-фич WordPress. Оно на самом деле киллер-баг. Что является киллер-багом. Причем он опять же описывает, и кстати правильно говорит, те, кто пользуются вообще часто плагинами WordPress, знают, что есть такие чуваки недобросовестные. Хотя это как бы не считается, хотя это западло, конечно, считается. Имеется в виду, что это не считается каким-то нарушением прав. Многие люди, например, выкладывают свои плагины с... Как вот ролики, знаешь, как дневник хача. Как ролики, типа, смотреть всем до конца. Так вот, лучший плагин галереи на WordPress. Ты открываешь его, там урезанная демка, только с рекламой твоего про-аккаунта. Причем иногда настолько урезанная, что никакого смысла в этой демке и нет. Да. И, короче говоря, ты просто испытываешь боль. А тебе нужно, понимаешь, ты в это время как бы сидишь, и ты уже начинаешь становиться, становишь пунцовым. У тебя морда красная становится. Так. Вот. Потому что тебе-то надо для заказчика сделать вещи. А ты вот сквозь вот это дерьмо пробиваешься, да еще и секция плагинов беспунтовая. Да и, ну, в общем, Дмитрий поделился с нами болью. Мы че на это можем ответить? Он причем еще пишет, что в каталоге тем все еще хуже. Ну, каталог тем это вообще отдельный разговор. Просто, понимаешь, темы, они не такие, не так пунцовость у тебя наливают. В отличие от плагинов. Потому что плагины это все-таки функциональщина. Тебя когда что-нибудь попросили, типа, сделать там для Сбербанк касса, робокасса, вот, да. Ты начинаешь говно жрать по полной. А потом еще из своего кармана платить за эти платные решения, простите за тавтологию. И прям провал. Но вообще, вообще, че можно на это сказать? У них же это не коммерческая, так сказать, хреновина. И у них, естественно, семья, работа говно. Ну, это да, но так... Просто то, что именно на WordPress коме, там-то все как часы работают уже. Там-то они прям делают, и все хорошо. На WordPress коме там бабки, конечно. Вот, собственно, и весь ответ. Вот и весь секрет. Можно сказать, Дмитрию, как бы это грустно не звучало, но, собственно, для меня это звучит не менее грустно, чем для него. Хорошо хотя бы так. Ты тоже Дмитрий в душе? Сегодня мы все Дмитрий. Дмитрий. Естественно, это не круто. Это, возможно, недальновидно с точки зрения Automatic. Точнее, для них, с точки зрения того, что люди могут вот махнуть рукой, сказать, дай пошел этот WordPress. и, так сказать, утекание произойдет комьюнити из... Возможно, даже фанатов преданных. Ну вот, да, они балансируют на лезвии, и наверняка можно было уже как-то и собраться и пофиксить все вот эти вот вещи, недочеты, потому что есть вопросы к этому, ко всему. Просто люди уже привыкают, и для них WordPress это прям инструмент. И иногда такой неприятный инструмент. То есть, ну вот, головешка у молотка иногда отваливается, ее надо размачивать каждый раз там в воде заново, гвозди забивать, чтобы она не вылетала. Ну, ты уже привык таким работать, и как бы да, а вот вход новых людей, ну, не уфаги, они уже вообще другим занимаются, поэтому тут сложно. Да, Дмитрий, спасибо за комментарий. Здесь очень классная еще цитата была Мэтта Муленвега, который, кстати говоря, писал, что он кичился тем, что его WordPress, точнее, плагины, это вообще душа и сердце WordPress. Вот здесь есть на английском цитата. They are really the heart and soul, да, вижу. Да, короче говоря, Дмитрий, классный комментарий, пишите нам такие, мне прям понравилось, я сначала со скрежетом, так, что тут опять понаписали-то, вот, что там, что там, а понравилось, а классно, а зацепило. Спасибо, оставляйте свои комментарии и дальше. Идем дальше, предпоследний комментарий, а нет, я вру, господа, я вру, еще, еще будет, еще будет, я не совсем в том порядке. Виолетта. Ну можно еще? Виолетта прокомментировал. Как здесь, слушай, давай ты, вот, ответишь на это все дерьмо. Что глупый вопрос? Может и тема уже изрядно изъезжена? Вы могли бы вы рассказать, под какие на данный момент разрешения стоит ориентироваться в разработке интернет-магазина, например? Больше волнуют, под какие разрешения у дизайнеров требовать макеты? Когда я исследовала этот вопрос, то четкого ответа дать не смогла. Никакой минимальный выбрать, никакой максимальный, сколько промежуточных разрешений. Просто в интернете овер дофига каких-то статистик, какой верить не ясно. Новые девайсы выходят постоянно, какие-то становятся менее популярны. Например, заказчик даже не хочет поддерживать планшеты, но ведь есть уже и таблицы, что и выцепили. И стоит ли интернет-магазин делать на всю ширину, например, 1080p? Не уродство ли это? Может быть, вы найдете или уже знаете какие-то нормальные, свежие статьи по этому поводу? Давай. Я не хочу говорить какие-то статьи, это бессмысленно просто, потому что есть просто практика. Самый минимальный 320 это айфон. Пятый, например. Пикселей. Да, пикселов, я бы даже сказал. А ничего тебе не мешает сделать на 1920 по ширине интернет-магазин. Просто ограничить контейнер, который контентный, например, 1200. А все, что вокруг, реклама Wargaming. Продать просто и все. Или того, что в интернет-магазине есть. И все это будет большая кликабельная зона вокруг с картинкой, которая, в принципе, выгодно обволакивает контент, весь контейнер, который по центру. И так можно хоть до скольки это увеличивать. Если 2560 нужно поддерживать, то есть там MacBook Retina, MacBook Retina, и большие там 4K-экраны, ну, можно контейнеры не 1200, а 1500 сделать. То есть это все подгоняется. И от дизайнера, на самом деле, можно просить вот Full HD-шный, как быть, когда 1200 уже прям вот поджимает с боков, еще 280 пусть будет. Потом, что это на iPad, там 900, например, пикселей по ширине. Это абсолютно условные. То есть раньше я делал прям вот именно вот сугубо iPad. 320, 408, 768, 1024, ну и там 1440, условный какой-нибудь. Когда уже просто то, что шире, это увеличивающиеся конкретно картинки. Я понимаю, что от дизайнеров требовать прям вот столько, сколько я перечислил, это кощунство. Никто не будет этим заниматься. Но хотя бы выделить какие-то 320, 640, 1024 и 1400, я думаю, можно. И пусть остальное дорисует твое воображение, Виолетта. О-хо-хо-хо! Я считаю, что нужно на всю ширину делать интернет-магазин просто с умом. Не сам весь магазин на всю ширину, а, так сказать, область вокруг него на всю ширину. А для всего остального есть разговор страх практически. Блин, но это скрытая реклама. То есть foundation, естественно, я это хотел сказать. Кстати, да, кстати, да. С его помощью такое спрототипировать вообще несложно. Слушай, вот у нас обычно такие ответы, а не за донаты по пятницам. Ну, ладно, ладно. История из Питера. Представляешь, Виолетта зашлет нам завтра бабки с комментарием спасибо, что ответили там. Что-нибудь такое. Не представляю. Я тоже. Пока что. Розовый Розенбаум прокомментировал. И, казалось бы, по никуда, можно уже определить, что чувак будет питерский. Вот у Розового Розенбаума. Не ведитесь, не нажимайте на ссылочку в его нике. Он говорит, он, знаешь, что говорит? Он, кстати, с шуточками пишет смешно. Сейчас я зачитаю. Предыстория. Предыстория. Интересное соображение, наблюдение на тему тестирования дизайна. Хотя, знаешь, я не зачитаю. Я не зачитаю, потому что здесь есть несколько шуток, я их зачитаю конкретно, но сама новость, долго читать, сейчас уже это конец подкаста, мы все сидим уа-уа. Поэтому, короче, он заметил, что банкоматы не совсем понятны людям, которые не знают русский язык, например, и даже английский. то есть, как он здесь пишет, люди из ближнего зарубежья. Я догадываюсь, о ком идет это я читаю. Он заметил, что такие люди метаются от банкомата к банкомату, не понимают, как снять деньги или там положить, может быть, деньги, потому что, элементарно, не знают русский язык, не знают английский язык, например, не понимают, как юзабилити, коряло, все, и останавливают себя на, например, банкомате Сбербанка, в скобочках разрешенная в России террористическая организация. Смешная, что-то так. Вот. И он говорит, что вот человек, когда он находится в состоянии стресса, когда он вот недавно только приехал, ему сейчас надо снять денег, он не понимает, что происходит, не понимает, русский и так далее, не знает. Не понимает, русский есть? Да. Или нет. Ему, короче, тяжело, тяжело. У Сбера, видимо, все просто. Сунул карту, как вы любите, на сухую. Ввел пин, тыкаешь на зеленую, потом циферки, которые более-менее понятны. Потом, видимо, денежки. Вот. Короче, мысль. Для тестирования убирать с интерфейса в текст и давать тестовой группе. Разберутся ли, достигнут ли цели. Интерфейс, язык, взаимодействие с пользователем. В общем, он хочет полностью, чтобы не было вообще никаких надписей. Если чувак по иконочкам, так скажем, поймет по каким-то другим надписям, по циферкам, которые и так все знают, например. Если поймет, то круто. Если не поймет, то, может быть, отстой. Как ты считаешь? Гений, розовый Розенбаум. Это, правда, мы неоднократно уже говорили в тестировании контрастности, например. Я думал, это батя неоднократно говорил, когда Розенбаума слушал. Гений Розенбаум. Вот это вот музыка, вальс Бостон. так вот, когда нужно там проверить контрастность, нужно прищурить там глаза, как раз не видно уже, что за тема, что за текст. И ты просто... Слушай, а есть вообще на банкомате, вот ты давно банкомат вообще пользовал? Вчера. Ты вот помнишь, там сразу главного с хоума? Ага. Да, там есть вопрос, русский есть или английский? Ну, ВТБ, например, такое есть, у Сбера, по-моему, нет. Технически, если вы образованный человек, то вы можете в любой стране на английском спокойно банкоматы включать, правильно? То есть, если мы с тобой, допустим, уехали в Израиль, грубо говоря, мы же по-израильски не бум-бум, а по-английски могем что-то. Да. Хотя бы мы поймем там вэлью, хренелью, вот такие слова. И ходят слухи, что они там русские некоторые понимают. Ну, банкоматы вряд ли. Ну, не знаю, напишите в комментариях. И, короче говоря, тогда да. Но если человек совсем не знает английский, ему, во-первых, будет трудно в любой стране, это 100%. И не только в банкоматах, вообще по жизни. Ему вообще по жизни будет трудно, скорее всего, если совсем английский не знает человек. То есть, ну, совсем. Вот. Банкоматы тоже будет трудно в банкоматах. Давай так. Примеры интерфейса без надписи. Есть у тебя какие-то? Как русские? Есть? У меня есть, знаешь, какой пример? Есть комиксы без облачков, без баблов. Угу. И когда вот чувак может такой комикс себе позволить, это, естественно, хипсерские, альтернативные комиксы. Это не про человека-паука, человека-муравья, да? Угу. Это вот альтернативщина до свидос. И ты ее пролистываешь за 15 минут вот такую толстую книжку. Угу. Вот. Но такие есть, и они у тебя тоже эмоции вызывают, там, чувак, ну, если чувак реально умеет. Вот, возможно, у таких людей надо поучиться делать банкоматы. Ты хочешь сказать, без баблов, я-то думал надписи поверх цвета, а там-то все-таки даже и без надписи. История, да, без вообще, абсолютно глухонемая такая хрень. Ну, слушай, прикольно. Даже не слышу о таких, а по поводу интерфейсов без цвета, мне кажется, в трамвае вот, все, что водительское, там, там без надписи, точнее. Там вот вообще все интуитивно понятно. В трамвае, а где там? В кабине. А ты смотрел, туда заглядывал? Я заглядывал, как ребеночек стоял все время у дверьки и смотрел. А ты, слушай, а там в Питере есть трамваи? Я не знаю, есть трамваи или нет, но, ну, вот стоп-кран, он красный рычаг, но ты же сразу знаешь, что надо сделать. Ну, да. То есть, ну, какой-нибудь даже вот краны на, этом, на производстве, на заводах. Там два рычажка, две кнопки. Вот не китайская грамота. Вроде можно разобраться. Поэтому, наверняка, таких примеров еще и больше. Ну, я думаю, что идея Розенбаума нам понятна. В принципе, мы с ней согласны, по матеше. И прикольная тема про то, что делать тестирование на людях. Сейчас еще придумал. Калькулятор, вот, цифры они всем понятны, а кнопка сброса обычно еще красная, например. Неважно, написано на ней сброс. Ну, там эрроры всякие написаны. С, С, Е. Ну, вот оно и так без надписей, понятно. Понимаешь, это уже полная юзабилити. Как ты С от С, Е отличишь без надписей? Я даже с надписей не знаю, в чем разница. А там, типа, одно сбросить по полной, одно сбросить только так, чтобы можно было прошлую операцию, что-то там, ну, в общем, ты понял. Да, одно ОФ просто, он ОФ, вот такие еще. Они даже память сбрасывают, по-моему. Ну, в общем, вот видишь, есть, есть такие примеры. Ну, да, есть. Идем дальше. Идем дальше. На отложенную нашу вот подложенную. Друг попросил передать, у меня записанную. Санек прокомментировал. Привет, ребята, постоянно рассказываете, были в Америке, расскажите про дно в Америку. Еще хотел бы спросить, если бы у вас завтра была возможность переехать в Америку, работать, ну, например, в какой-нибудь Хьюстон. Хьюстон у нас-то проблемы. Хьюстон, это, между прочим, Тексас. Столица. Столица. Или Остин столица. Остин и Хьюстон, два гигантских города в Техасе, какой-то из них столица. Согласились бы или нет, спасибо за подкаст и спасибо за уделенное время, за лайфхак с Бонго Камс, но я, как уважающий себя новичок, давно прошарил эту фишку. Удачи, ребята, вам во всех начинаниях и спасибо. Тебе спасибо. А что за лайфхак был с Бонго Камс? А я там говорил про то, что, чуваки, можете открывать инструменты разработчиков, и там сплэш-скрины вываливаются через минуту, через две минуты. Типа, зарегистрируйся у нас на Бонго Камс, и тогда ты сможешь нормально смотреть. Но ты можешь не регистрироваться, ты можешь F12 и дисплей нонить просто эти окна. Каждый раз? Один раз, все. Классно. Оно JavaScript-ом не дропает, оно как бы один раз сделало, и все. И ты сидишь и можешь как бы наяривать. Э. Гитара семиструнная? Да. Вот. И как бы суть какая. Ему Евген, кстати, тут прокомментировал, поддерживаю, недавно кидали высокого уровня Сан-Франциско, посмотрел на одном дыхании. Мы, кстати, по-моему, дропнули эту тему про Сан-Франциско. У меня Зоидина. Я просто помню, что она была, и мы ее не обсуждали. Мы ее дропнули. Но вот как он посмотрел? Ну, собственно, в темках-то она была. Видимо, Евген, он смотрит темки. Красавец мужчина. Давай про Америку ответим. Постоянно рассказывает, что были в Америке, расскажите его подробнее. Чатур Бейтон еще просил Саньку передать, его друг просил. Хорошо. Как вы туда попали, что вы делали, что понравилось, что нет? Как мы туда попали? Work and Travel. Программа. Да, попали мы именно на Аляску. Как мы попали именно туда? Я помню, что вот лично я был сильно против поездки на побережье. Суть какая? Давай, подожди, давай знаешь, что еще скажем? Скажем, что, короче, это было после второго курса? Это был 2011 год, и это был свидос после третьего. Да? 2008-2009 первый курс, 2009-2010 второй, 2010, да, после третьего. Суть в том, что, короче, у нас есть знакомый с тобой, который после второго поехал, и он один поехал. Георгий? Да. Так. И я вот представляю, одному ехать тяжеловато, особенно после второго курса. Зато он свою любовь там нашел. Это, кстати, да. Это, кстати, да. Я тоже свою любовь нашел. То есть вас. Вот. Что хотел сказать? Поэтому после третьего, ну, вот самое нормальное, мне кажется, как раз, ты тогда все узнаешь, все поймешь. Ты уже тогда большенький, более-менее. Ну, это как в армию после института идти проще, чем до института. Ты как бы уже жизнь понял хотя бы чуть-чуть. Да, попали на Аляску. И, короче... Да, я все-таки скажу, почему. Многие часто спрашивают, почему именно на Аляску. Вот я, когда нам искали работу, я говорил всегда чувакам и дамам, которые нас отправляли, я говорю... В турагентстве. Друзья, вы это... Давайте вот подумаем хорошенько, головой. Вот мы приедем на побережье, а там уже все раздрочено. Там уже все люди к нам будут как к русским свиньям относиться, потому что слишком много свиней до нас было, обмануло их, украло у них что-нибудь. К нам будет предвзятое отношение. А я говорю, а мы же хотим вот, так сказать, нетронутую Америку вот эту вот потрогать, пощупать. Я говорю, давайте поедем в центр куда-нибудь. В какую-нибудь Северную Дакоту. В Южную, возможно, на Дакоту. В Иллинойс. Вот, вот, ну, несмотря на то, что я сейчас северные штаты перечисляю, может быть, Колорадо, можно было южнее как-то, ну, неважно. И у нас было несколько вариантов. Один из них был как раз передвигаться с бродячей ярмаркой. Да, это первый вариант. Торговать билетами, возможно, укращать тигров, что-то вот по такой иногда, подменять кого-нибудь. Но суть в том, что мы бы посмотрели почти всю Америку центральную, потому что мы бы с этой ярмаркой ездили. У нас было одно важное условие, мы вчетвером ездили. И, к сожалению, вот именно на этой ярмарке не было джобофера на четверых человек. По-моему, даже на троих еще было, а вот на четверых уже не было. А мне казалось, что-то нам просто отказали. Но не суть. Вот мне отложилось, что этот вариант был дропнут из-за того, что отказали четверым, так сказать. Нас, получается, перенесли на вот... А хотите будете в отелях, в отеле работать, на Аляске? Хаускипер. Да. Хаускипер — это чувак, который убирается в номерах. Да. К сожалению, был конкретный минус в поездке на Аляску, она банально на двадцатку дороже была. Ну... Двадцать тысяч рублей. Базара нет. То есть до Нью-Йорка можно было за тридцать пять долететь? Тридцать две, может быть? Тут туда и обратно. Сейчас-то в одну сторону только стоит. То есть, соответственно, из Челябинска в Москву, из Москвы в Нью-Йорк. Да, да, да. 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 А потом нам еще пришлось чесарить по всей Америке на самолете от Нью-Йорка. Мы опоздали там на один рейс. Ну там, короче, мы в сумме, по-моему, десять самолетов туда-обратно. Ну да, по пять. Да. По пять туда и пять обратно. Потому что туда мы опоздали на один, обратно нас пересадили на другой. Короче, по всей Америке налетали до свидос. Причем мы на халяву даже поменяли билеты, когда мы летели туда. У нас был крайний рейс, самый последний в Анкоридж. В Анкоридж это... Не столица, но крупный город в Аляске. Да, крупный. Анкоридж, если угодно. Так вот. И мы из него должны были еще на автобусе ехать в Фэрбанкс, в котором мы, собственно, и жили. Но по какой-то причине, а я помню по какой, не хотели мы на автобусе ехать. Потому что автобус 600 кубаксов стоил дополнительно, что непозволительно дорого, с учетом того, что билет на самолет столько же стоил. А мы говорили... Мы подошли просто к стольке Дельта Аirlines и говорили, слушайте, мужики, мы это, не хотим в Анкоридж, мы хотим в Фэрбанкс. Можете нам поменять? Они говорят, по милям даже в Фэрбанкс будет быстрее, чем в Анкоридж из Сиэтла. Потому что Анкоридж чуть-чуть восточнее, и надо было на него с загибом лететь. А в Фэрбанкс можно было прям напрямую. Я помню, по-моему, в Сиэтле мы наелись китайской еды. Да, да. Не доели даже. Там порции какие-то дикие были. И вот мы оттуда поменяли просто билеты на халявку. Не в Анкоридж, а в Фэрбанкс полетели, и все. И нас там уже встретили. Да, и, короче говоря, мы... Это как... Что? Мы попали. Это какое было? Как вы туда попали? Можно знаешь, сколько я так рассказываю, да. Что вы делали? Ну, что вы делали? Да, работали хаускиперами, как минимум, в отеле. Это отель. Супер-8. Да. Сити-отель. Супер-8, да. Гигантский. Конкретно у нас была Супер-8 Сиэтл Групп. Сиэтл. Точнее, Вашингтон. Это штат, в котором Сиэтл находится. Орегон и Аляска. Вот эти три штата, конгломерации. Вот это была одна франшиза именно вот наших владельцев Сиэтл. О, Супер-8. Как же она? Пенинсула Групп, я вспомнил, называлась. Пенинсула Полуостров. И, видимо, вот это как полуостров такой северо-западно-американский. Типа. Ну вот, жили мы в хостеле, получается. Ну, можно это назвать хостелом. Ну, в сраной общаге мы жили с клопами. Да блин, ну вот... Она поначалу, если честно, казалась страшнее, чем потом, когда ты привыкаешь уже. Без базара, я бы заново там жил. Вот. Жили вчетвером, по сути, в двухкомнатной такой штуке, в пятером. Ну, я имею в виду, что в четвером четыре мужика вот нас жило. И с нами еще жила девочка пятая. Да. Но она как бы... Но она как бы, во-первых, работала много. Мы ее мало видели. Поэтому она особо... Но скидывалась она на одну пятую. Она особо нам не мешала. Мы ей, скорее всего, мешали после того, как Саня прыгнул и сломал ей... Прыгнул и сломал ей раскладушку. И потом мы заматывали дактейпом это все. Да, да. Были времена. Вот. Что еще? Тысяча сто мы платили за эту двухкомнатную комнату. За эту двухкомнатную номер. То есть мы поделили на всех? Поделили на всех, на пятерых просто. Из-за насилия и все. Тысяча сто. А, по-моему, первый раз там какой-то еще депазит. Ну, слушай, нам его вернули. Поэтому вот, ну, тысяча сто. Да. В это входило телевидение, между прочим. Бесплатная кухня. Так. Бесплатный душ. Блин, телевидение мы сколько еще там натарахали с этим телевидением. Мы ходили, выбивали каналы там другие, чтобы показывал лучше. Интернет нам даже бесплатный за это сделали, проводной. Просто там розетка была на стене, можно было патч-кордом в букву воткнуться. Он тоже сначала не работал. Мы их задолбали, чтобы он заработал. Просто тебе нужно представить. Это не такой хостел, как ты, знаешь, там в Москве хостел снял, там все Wi-Fi, хрена. Нет, там такой хостел, который в конце мира находится. И чтобы там тебе дали шнур с интернетом, это вот, ну, как бы такое. С интернетом там конкретная проблема была. Там half-duplex еще везде 10 мегабит в секунду. Я только там узнал вообще, что это такое. Значит, как бы тогда я еще не был нормальным админом. Это DAS VDOS вообще. Это смешно было. Там был двухдиапазонный роутер 2.4 ГГц и 5. Но какой в этом толк, если твоя женщина плачет? Если скорость в него все равно от провайдера приходила мегабит 10, наверное, в секунду. Ну, мы нормальный Wi-Fi ловили как раз вот там в лобби сидели. Ну, да. Там вот он нормально ловил, потому что он за стенкой у роута. Рядом с администратором, да? Да. Короче, давай, подожди. Это сейчас все не об этом. Сколько мы часов, получается, работали мы где-то в день? В среднем 5. Это максимум. А, нет. Мы работали каждый день. Ну, у нас там было как day-off у нас были какие-то там. Да, сначала, кстати, у нас day-off были типа по ня-ня-ням, мы там друг с другом. Парно. Парно. Да, да. Потом начались day-off по одному человеку. То есть просто... Потом закончились day-off. Пацаны работают. Я, допустим, отдыхаю. Потом Саня отдыхает один. Потом другой Саня. Да. Там Алья. Так бывало, да. Вот. Что еще, короче? Мы изначально не ставили себе цель оттуда с мешками бабосов уехать. В отличие от Саньки Ефремова, например. Ну, не, неважно. Мы не будем сейчас переходить на личность. А-а-а. Ну, смотри. Во-первых, с мешком бабосов нет. Во-вторых... Ну, хотя бы друг про друга-то мы можем говорить? Нет, нет. Да нет, я ничего, я так, я шучу. Ага. Суть в том, что мы с мешком бабосов как минимум не могли уехать, потому что мы работали на одной работе всего. Да. Вторую искать это нелегально, чтобы вы понимали. То есть нельзя по налоговой или какой-то системе, вот это social security, на двух работах работать с J1 визой. Понятно, что тебя коп не остановит. Не будет никто проверять стопудово. Но как бы вот сам работодатель, возможно, не рискнет. Во-первых... Точнее, просто ему нельзя. То есть если ты по джебоферу устроен в одном месте, в другое тебя не могут взять, потому что когда ты будешь подавать там декларацию или что, тебе скажут, слушай, друг, ты что? И поэтому с вторым вот, условным вторым работодателем тебе нужно договариваться уже, чтобы тебе в конверте выдавали, что называется, не пей-чеком. Ну просто, наверное, надо понимать, что нашим слушателям, зрителям надо понимать просто, что мы и не такие люди, которые будут упарываться. Мы поехали, как бы, грубо говоря, у нас типа приключения. Мы тусануть поехали. Да. Ну не в смысле тусануть хей-хей на рейвах там где-то что-то, а именно вот приключения. У нас как бы, да, приключения. Мне понравилось твой форумировка. И да, и мы тут еще будем сейчас, короче, ну, искать сто работ и вот это все такое. Какая-то суета. Да мы просто по жизни не такие суетливы, чтобы что-то там искать сто работ. Да. А в отеле у нас было, ну, по сути, мы работали там сколько, ну, по четыре, по пять часов. Но, в принципе, из-за того, что это Аляска, десять баксов в час. Короче, получалось нормально. Можно было покупать ноутбуки. Да. Телефоны. Ходить просто в Макдональдсе весь вечер, сидеть, ходить по книжным. Да. Наблюдать вообще там закаты, солнечные сияния, северные. Ну, это отдельная страница про Аляску и ее вообще. Красоты. Да. Ну, мне кажется, вот это не стоит даже объяснять. Это просто люди, они по Дискавери могут это посмотреть. А лучше, конечно, полететь туда. Да. Вот. Блин. А вот подождите, что вы делали? Это сказали, что понравилось и что нет. Что нет? Я вообще даже не знаю, что можно сказать. Что вот, что тебе может не понравиться, когда ты приехал? То есть, грубо говоря... Это абсолютно другая культура, полностью все другое. Как бы ты не можешь, тебе не может... Тебе может что-то не понравиться, когда ты 15 раз туда приезжаешь, и ты уже способен осознать, что вот с этим вот проблема. А тут настолько много новых впечатлений, что сказать конкретно, что не понравилось, ну, не понравилось возвращаться. В смысле, как бы, ну, контраст был настолько разительный. Ну, кстати, да. Что прям вот... Я мало вспоминаю, а вот родители мне говорили, что прям вот вернулся... Другим человеком. Вернулся другим, в смысле, таким злым, угрюмым человеком. И, видимо, таким и остался с тех пор. Да. Но прям вот месяца два, они говорят, вообще хреновый был. Прям вот все не то было. Все вот раздражало. И чувствовалось, что есть определенная, так сказать, акклиматизация, в кавычках. А что понравилось? А понравилось, соответственно, все. Соответственно, да, все. Просто это же еще и молодость, беззаботность, так сказать. То есть ты ни за кого, кроме себя, не отвечаешь. У тебя вообще нет никакой ответственности. И, в принципе, настолько нет ответственности, у тебя нет никаких бэлз. Ты максимум должен заплатить за квартиру, а мы платили вперед. То есть, ну, как бы, никто не дал тебе прожить бы месяц, а потом заплатить, там, и так далее. И ты на квартиру, ты находил всегда, с голоду там сдохнуть тоже нереально, с такими ценами в Макдональдсе, какие там были, да и не только в Макдональдсе, а и в продуктовых сетях. Поэтому, как бы, вот, там ты мог максимально деградировать и ни хрена не делать. Это полное расслабление было. И причем мы не то, что мы бухали каждый день сидели, мы реально смотрели, во что-то вникали. Я начал научные журналы там читать в Америке, там было реально время этим заниматься. У нас орайлевские книжки. Ну, времени было до хрена, да. Мы, короче, мы полностью, вот, как будто мы, типа, поехали отдыхать, а не работать. Да, нам там впервые в жизни нам там сказали, чуваки, а что вы сайтами не занимаетесь? Ну, кстати, да. И мы такие, блин, слушай, а что, эта тема реальна? Мы тогда такие вопросы пересплатили, что реально сайтами можно заниматься? Это что, круто? Там мы увидели, как люди звукозаписью занимаются, видеозаписью на студии. Причем студия в этом же хостеле и находилась. Ну да, кстати. Это такой психодел на самом деле. Это вот эти все рассказы, их надо за кружкой, за стаканом чего-то рассказывать. Их на проза.ру надо, по-моему, уже. Да, это... Мы, кстати, ездили на великах там, надо вот это, это важно, мы на великах ездили. Передвигались на велописипедах, нам не было 21 в тот момент, поэтому бухать мы не могли. Ну, иметь в виду, что просто зайти... А какая езда на автомобиле без буха, чем это? Да, да, да. Да и зачем сейчас еще тачку на себя брать? Ну нет, мы могли. Мы могли, если бы мы были прям любителями автомобилей. Вот у нас там был, ну, как сказать, встретили мы там человека, Максима из Уфы. И... Я его сейчас слушаю. Ну, все возможное. Он шмальчик курил. Да, он шмалькерил за рулем. И он-то водителем прям устроился. И вот он любил автомобили, он там подтвердил права свои, и он устроился водителем и в хэ не дул вообще. Не, базара нет. Сейчас, может быть, заново что-нибудь вот пересмотреть можно было бы. Но как-то... Ну, короче, тогда нам хватало... Просто на велосипеде мы намного больше видели, я тебе так скажу. Мы останавливались. Я с велосипеда ехал с руки, видео снимал на айфон там и так далее. Я молоко вез. Я ронял молоко. Ты ронял молоко. И мы на машине, мы бы, в принципе, лишились этого экспириенса. У нас бы другой был экспириенс, конечно, уже как бы, ну... Ну да. Но мы бы могли в дождь на работу ехать нормально, не как мы на такси, на дорогущем в тот раз. А, кстати, да. Там еще такой климат, конечно, что там дожди. Резко континентальный. Там все так меняется, просто утром минус 10, днем плюс 30 уже. Это вот в сентябре уже. Да, 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 я помню. То есть ты уезжаешь вроде в перчатках, в хренятках. В куртке. А выходишь жарадос. А выходишь, держишь эту куртку в руках. В полу еще выходил. Ну, в общем, да, это надо отдельно, конечно, делать про это. Я не знаю, что про это уже делать. Про это уже ничего не надо делать. Я думаю, надо к обойке переходить. В принципе, она как вот та самая дорога, по которой мы катались на велике. Здесь уже, конечно, более зимние. Мне это напоминает дорогу, по которой я ездил в Тюринге. Там в Таиге прям, когда олени перебегали ночью дорогу. Хотя лосей мы, кстати, на Аляске тоже с тобой видели. Да? Да. 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 Короче говоря, я думаю, что дорога – это наш подкаст. Мы за три часа перевалили, чтобы ты понимал. Я не знаю, рекорд – это наш не рекорд. По-моему, было 3.40, когда мы уходили на Новый год в этот раз. Охренеть можно. Короче, вот дорога – это подкаст, да? Подписчики, они, соответственно, едут по ней. И кайфуху получают от тем, которые вот растут. Вот тут, глубоко. А вокруг вот это все? Да. А авторы этих тем – это белочки. Утюки. Которые прячут там. Которые орех накачало свой? Конечно. Да. Орех, я не знаю, кто там. Ким накачал из всех. Или Анна Седокова. Я хрен знаю. Ты уже, наверное, забыл, что мы таких людей обсуждали в самом начале. Давно это было. Я согласен, дорога – это наш подкаст. Почему он мокрый только здесь? Он wet? Он как бы… Как wet short contest? Угу. Согласен, да. Ладно, будем с вами прощаться. Хотя это, конечно, было такое хорошее заключение. Под стражу, естественно, нашего подкаста. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. На Ютьюбе ставьте нам лайки, пишите комментарии. На iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. Посмотрите ролик «Плес» последний про советский дизайн. Про музей, да. uwebdesign.ru slash smarttape – это наш хостинг. uwebdesign.ru slash donate – это поддержка нашего проекта. Увидимся уже через неделю. Предлагайте нам темы. Мы вас любим. Удачного всем дня. Пока. Пока.